Так вот, Таиланд. Таиланд вообще была моя первая, самая первая Ювазия. Нет, не первая Азия, потому что можно считать Казахстан Азией, Монголию Азией. Первая Ювазия. И я туда летел с кучей стереотипов в голове, потому что Таиланд вообще страна такая овеянная стереотипами. Есть мнение, что только выходишь с самолетом, тебе накидываются агрессивные трансы, я не знаю, что там еще. Наркоту сразу впаривают и все такое. А причем забавно, как я летел в Таиланд. В Таиланд я летел из Иркутска. И в Иркутске два аэропорта. Аэропорт локальный, который внутри России, и аэропорт международный. Локальный аэропорт новенький, чистенький, стеклобетонный. Международный аэропорт – это тупо какой-то наш ЖД-полустанок где-то в Гребеняк. ЖД-станция в Казятине. Кирпичное здание, убитое с деревянными этими стульчиками, которые вот на железной основе. Деревянные такие супернеудобные стульчики. Ко мне там дико придолбались российские погранцы. Там насчет того, что у тебя... А почему у тебя не Евгений, а Евген написано в паспорте? А почему? Вот почему? Почему не по-нашему? В общем. Прилетел в Таиланд. А там как? Там, когда ты прилетаешь, ты в аэропорту можешь получить визу по прилету на две недели. Подаешь какие-то минимальные документы, бронь отеля и обратный билет. Я нарисовал в фотошопе обратный билет. Сделал бронь отеля, неоплаченную, чтобы показать, что у меня есть бронь, но она неоплачена. Думал, еще первая серьезная такая за границей. Думаю, блин, сейчас меня раскусят. Не пустят, развернут обратно. Мне вообще без проблем. Здрасте, здрасте, проходи, проходи. И Таиланд. Таиланд начался для меня с прекрасного города Бангкока. Причем Бангкок. В Таиланде есть такая фишка. Там есть название, которое для фарангов, ну, то есть для иностранцев. Название местное. Причем это распространяется даже на имена. Местные, если придумывают никнейм, чтобы говорить посторонним. А настоящее имя, оно по-сому не разглашается. И настоящее имя тайца, оно состоит там из пяти, шести, семи слов. А настоящее внутреннее название Бангкока, сейчас я зачитаю, потому что я не уверен, что это правильно зачитаю, но я постараюсь. Там такое название. Да, это считается город с самым длинным названием в мире. Короткое название Бангкока на местном Крунтхепмаганакахон. Это короткое название. Ох, полное... Нет. Я могу попытаться... Крунгтхепмаганакхонамонратанакасин... Я никого не призвал, пока нет. И еще девять слов. Это полное название Бангкока. Да, в книге рекордов Гироса оно как-то еще переводится. Город ангелов, великий город, город вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью догоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, реке царствует преоплощенный бог. Это полное местное название Бангкока. Они в школе учат официальное название столицы, бедные тайские школьники и школьницы. Для запоминаний есть специальная песня, чтобы запомнили название. Они недавно пошли на уступки, сократили название страны, город на 3-4 слова, но, по-моему, лучше этого не стало. Так вот, Ба-Бангкок. Проблема в том, что у меня фото на ноуте не сначала, потому что фоткалось на два разных смартфона. А я хочу именно сначала... Так вот, запускаем. Вот, это вид из самолета на Бангкок, и Бангкок город очень влажный, там очень-очень... Там ты выходишь из самолета, как будто в теплицу попадаешь. Сразу высокая влажность, очень жарко, и я знаю, ну, такого проблемы с давлением, с чем-то еще, тем там плохеет. Мне этот климат-то сразу очень зашел, проблем не было. И вот первая виза, и фоточка Винстюс, до этого у меня были другие страны, но они все были условно безвизовые. В формате штамп на границе, и все. А тут первая виза. Метро Бангкока, двери на пути и двери отдельно в поезд, чтобы платформы не прыгали. И что меня вот с первого взгляда в Метро так удивило, порадовало, все, Метро полностью бешено какими-то анимешными девочками, персонажей каких-то ММО-игрушек. Дараэмон. Дараэмон просто везде. Дараэмон – это национальный культ. Я не знаю, есть тут люди, знающие, что такое Дараэмон или нет. Ну, кто не знает, такое аниме древнее-древнее. Сейчас таки это мне скажут. Поднял руку и пропал. Бывает. Так вот, древнее аниме про синего кота-робота. Неважно, я потом покажу, как это выглядит, это там везде. И я еще попал в Бангкок на поминки короля. У них как раз недавно умер предыдущий король, Рама-девятый. А Рама-девятый был просто офигенно крутым мужиком. Он не хотел становиться королем. Он был младшим сыном в королевской семье. Но старший брат погиб в автокатастрофе и пришлось Раме-девятому. Вот так я довернулся. Сейчас не договорю про Раму и включу. Вот. И пришлось Раме-девятому становиться королем. И мужик страну вот буквально поднял с колен. Литроли. То есть до него там уровень нищеты безработицы, что-то был процентов 60-70. Под конец его правления снизился до 20-15%. То есть он там за свои деньги закупил в Голландии коров, например. И организовал молокопроизводство в стране. Потому что до Рамы-девятого с молоком в Таиланде было очень-не очень. Он там был изобретателем. Он изобрел какие-то там инновационные объективы для Кэмена. Какую-то систему для растворной туч, для изменения климата. Короче, мужик был невероятно крут. И тут так я-то хотел что сказать. Говорим. Ай, опять пропал. Видимо, уход связь плохая. Ладно. Илья. Я просто немножко скептицизма добавлю. Учитывая, что Рама-девятый вступил на престол практически сразу после того, как Таиланд проиграл во Второй мировой в 1946. Он умер в 2016. Там, я думаю, было несложно за именно вот этот промежуток времени поднять там ВВП, разобраться с безработицей. То есть, это же в принципе период, когда вся Ювазия росла. То есть, он просто... Ну, очень удачное время пришлось в управление. Разве не... 80% это не из-за этого? Слушай, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я читал о нем книгу, не книгу, но эссе. И у чувака действительно много личных заслуг очень много. Да, удачный период. Да, как раз период скачка азиатского тигра. Но он лично много чего сделал. И его народ в Таиланде его буквально обожал. Обожал, обожает. Вот он умер в 2016, да, я был в 2017. А траур по нем был до 2018. По нем траур был два года. И пока был траур, был бесплатный транспорт социальный из разных уголков страны, чтобы в Бангкок прилетать, прощаться. Там везде портреты его веселят. То есть, его в Таиланде реально обожают. И вообще, уровень патриотизма в Таиланде очень высокий. Например, каждый день в 6 часов вечера во всех парках, на вокзалах, на площадях, на везде, где есть промоковарители, играет гимн. Играет гимн страны. И все встают или останавливаются и слушаются. Первый раз на этот попал. Было интересное зрелище. Есть парк. Просто центральный парк Бангкока. Все там бегают, на лавочках сидят, едят, болтают. 6 часов. Начинает играть музыка, и все замирают. Бегуны останавливаются. А там бегунов дофигища. С лавочек люди встают. Все встают, стоят и слушают гимн. Некоторые тоже подпевают. Ну, по-моему, это круто. Вот пару слов об анимешности Таиланда. Я знаю, что в Японии тоже такая вот высокая концентрация таких аниме-персонажей. Но из тех стран, где я был, в Таиланде, наверное, больше всего. Все предельно мило. И концентрация милоты. Я как раз попал в свой первый Бангкок. Я попал на сезон дождей. Тоже такое стереотипное явление. Но оказалось, что в том же Таиланде сезон дождей – это, да, каждый день идет дождь. Он идет, ну, полчаса. Полчаса, час максимум. Да, дождь льет. Такая стена воды с неба нифиговая. А потом дождь проходит, все быстро высыхает, солнышко и хорошо. То есть, если не пугает ежедневный часовой ливень, то в сезоне дождей ничего особо страшного нет. Ну, еще одна штука, опять же, Таиланд – моя первая Азия. Это количество мопедов. До этого я такого количества мопедов… Потом у меня был Вьетнам, в котором их еще больше. Но до Таиланда я такого количества мопедов не наблюдал. Это городской транспорт, остановка. В Бангкоке есть каналы. Много каналов, и по каналам ходят речные трамвайчики к Хлонге. Вот такие остановки, пирсы. И по центру города можно клево, удобно, весело, без пробок примещаться по каналам. Очень удобно. Вот, а это контролер. За проезд передаем граждане шесть банда центра. Одной рукой вот держится вот такой поручень и ходит по лодочке, собирает за проезд. Лодочка с такими плывет довольно быстро. А вот эта штука справа. Знаете, для чего эта штука? Когда идет встречка, встречка ходит часто, то из-под нее, естественно, летят брызги. И чтобы брызги людей не заливали, все, вот когда на встречке идет лодка, по встречке, все дружно поднимают такой огромный дождевик. Там есть веревочки, можно поднимать его за веревочку, а можно рукой просто поднять. Нужный борт поднимается, встречка проходит, брызги разлетаются, борт опускается. Вот как раз встречка идет с контролерами на борту. Иногда контролеры поднимают, иногда нет. Клевая штука, мне очень понравилось. Я в Таиланде пользовался в Бангкоке в основном именно этими речными трамвайчиками, кхлонгами, потому что Бангкок город большой, и трафик там, ну, хреновый там трафик. Если ты едешь на автобус или на такси, то у тебя большие шансы постоять хорошо так в пробочке. Особенно вечером или утром, большие шансы. На мопеде, да, на мопеде не вопрос, на мопеде ты просто между рядами проезжаешь, вот, а машина или автобус готовься стоять. Да, первый раз в Бангкоке я фоткал много храмов. Бангкок в целом город, куча храмов. А это еще и первые мои буддийские храмы, поэтому я говорю, ааа, храмы, храмы. Кстати, дорога в главный храм Бангкока называется Золотой холм. В центре Бангкока такой холмик, на нем храм, и с него вид, видно город. Поднимаешься по ступенечкам. С тупким. Растение, я не знаю, как называется эта штука, которая свисает сверху растения, прикольно, особенно как она цветет. Очень красиво. Вот эта вот штука. Это какая-то лиана, наверное, я не силен в ботанике, но смотрится офигенно. Типичные атрибуты буддийского храма. Постучи в колокол, очисти карму, удара в гонках, очисти карму. Ну, видно Бангкок. Город очень большой, город очень растянутый во все стороны. При этом высоток, там есть Сити, деловой центр, есть район Небесклебов, но в целом высоток не особо много. И местами Бангкок, Бангкок, впечатление слегка провинциальности. Плюс там много частных домов, даже в центре, и многие держат курей и петухов, поэтому в центре обычное дело, ты просыпаешься от криков петухов в центре столицы. Почему бы и да. Вот Бангкок. Очень клевый город. Он, да, он хаотичный, местами сильно хаотичный. Он не самый чистый, не самый вылизанный в этом мире. Он какой-то такой душевный. Вид с храмом, район Небесклебов, там потом про него дальше будет, я туда гулял. Я по Бангкоку первую неделю тупо ходил. Доезжал обычно до центра, доплывал на лодочке, а в центре уже в отельчик там не было. Километров 10 от центра прогуляться, и вот эти 10 км, топаешь по городу, по паркам. Еще в Бангкоке невозможно не жрать. В Таиланде в целом очень развитая культура стритфуда, то есть уличной еды. А Бангкок это концентрация стритфуда. На каждом углу что-то жарят, варят, парят, пекут, продают. Ты гуляешь по городу, и везде так офигенно пахнет, ты не можешь не держаться, чтобы взять какую-нибудь шпажку с мясом жареным, салатик фруктовый, суп в пакете. Постоянно ходишь, говоришь, жрешь. Да, Илья? Не мешает жара? Ну на жаре есть особо не хочется уже. Тем более как раз в такой... Мне не мешает? Смотрите, запахи. Центр-центр. Храмы-храмы. А еще чем клевый сезон дождей? Сезон дождей меньше туристов. В Бангкоке в целом не очень много туристов, потому что все туда прилетают и дальше на моря, на пляжи. Как минимум в Паттайю, которая под Бангкоком. Не советую рассадить никому с туристом. Куда-нибудь в Краби, на Пхукет. А в самой столице мало кто задерживается, потому что ну что там смотреть, ну город и город, нужно на морюшко. А я не любитель морей абсолютно, поэтому я тупо неделю провисел в Бангкоке, просто исследовал город. И вообще до моря в Таиланде добрался только на второй раз. Первый раз в Таиланде, когда я был, первые две недели, я в сторону моря даже не смотрел. Повисел в Бангкоке, поделал модный фоточек. Котики, храмовые котики. Самый центр – это памятник независимости. Розовенькое такси – это женское такси. Такси «Ladies only». Для женщин, от женщин, с водителем женщины. Так как Таиланд внезапно, хорошо так мусульманская страна местами. Об этом мало кто знает, но Таиланд… Я не знаю, больше половины, не больше половины, но процент мусульман там довольно высокий. И там есть специальные всякие отдельные женские вагоны, метро, женские такси. На всех случаях. Это уже новый, право десятый, который такой довольно эксцентричный чувак. Известные фото ходили в интернете, как он куда-то… В Германию прилетал в джинсах, как написали в новостях, с экстремально низкой посадкой. На середине задницы там джинсы. Ну, нормально, король Таиланда приедет. Это как раз была одна из церемоний прощания с королем, с пребывающим славой девятым. То есть было загорожено кучу народу. А я сначала не знал, смотрел кучу народу, загородки, все. Подхожу к полисмену, говорю, уважаемый, а что происходит? Праздник, что ли, какой-то? Ну, знаете, у нас король умер. Ой, извините. Кролевский дворец. Не ходил, потому что первый раз я был в Таиланде еще бобжом-автостопщиком. То есть я стопил по Таиланду. И дворец, 20 баксов вход, нет, спасибо. Если вы думали, что кокос – это такая коричневая маленькая волосатая фигня, то нифига, кокос выглядит вот так. Коричневая маленькая волосатая фигня – это уже очищенное от волокон, от мякоти ядро кокоса. Сейчас будет много ступ, внимание, сейчас будет очень много ступ, потому что… Белки. Каналы. Нет, я соврал, много ступ будет позже, простите, извините. Вот вы это все уже видели, потому что я показывал уже ряд стран Ювазии, а для меня это было в новинку, вот эти вот клубки проводов, например. В фронт же бане. Ага, включил. У меня предыдущие пару раз включил телеграмм жестко при попытке что-то сказать. У меня такая интересная догадка, у меня такое ощущение, что вот эти вот клубки проводов азиатские – это следствие того, что если у кого-то что-то порвалось или кому-то нужен ремонт, то скорее всего им проще натянуть новый провод, чем чинить старый. И они вот так вот друг на друга наслаиваются со временем. Не исключено. То есть, возможно, немалая часть этих проводов на самом деле не используется уже, они просто когда-то были повешены. Поскольку они уже в таком отравительном состоянии, то они просто прокидывают новые провода по необходимости и все. Может быть, вполне может быть. Знаешь, я не удивлюсь. Традиционная бангкокская уличная живность – это мини-вараны. Нормальные вараны, они большие, а там какие-то городской подвидки, мелкие такие, по всем паркам бегают, их с руки кормить можно. Ага. Ну ты же после этого мема в декабре разлетелся по интернету, как какой-то турист в Бангкоке, по-моему, в Паттайе, но, в общем, за все, как у него в номере из унитаза варан вылезает. То есть… Бывает. Да, но то, что ты показываешь, получается, они там везде, они там как это, ну не как тараканы, как голуби, да, получается, по уровню количества. Нет, 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 не настолько. У них есть, они скорее, знаешь, как вот у нас белки в парках. А, понятно, понятно. В парках их в количестве, но не так, чтобы везде. Не, везде это гекконы. Вот гекконы, они везде, а вараны, они в основном по парковым зонам, нафига им за стойку лезть, ну встречаются, да, то есть гуляя по парку, ты можешь там пару-тройку увидеть. Ну не так, чтобы прям совсем-совсем. А я просто гулял по своему первому азиатскому мегаполису и просто делал фото улиц. Алтари уличные. Вот тут прям видно, что Таиланд, Таиланд, неплохо, так мусульманская страна. Многие, я когда людям говорю, они говорят, ты что, Таиланд мусульманский не может быть. Да, ребятки, Таиланд хорошо, так мусульманский. Просто, если отдыхаешь на курорте, этого особо не видно. Тоже, как и все азиатские мегаполисы многоуровневые. То есть метро над землей, над метро переходы, под землей переходы, над землей переходы. Напоминает Малайзию прям один в один, что ты показывал. Кадры из центра Куала-Лумпура тоже самое. То есть небоскребы, эти коробки-коробки многоуровневые, развязки, то есть люди практически такие же. У тебя не было флешбеков? Потом, разумеется, в Куала-Лумпуре флешбеков банккорбских. Нет, не было флешбеков, он более технологичный, и Бангкок, он как-то больше для людей. Там есть пешеходные тротуары, их много, кстати, в отличие от Каэла. Там есть много парков, каких-то проспектов. Бангкок, он, на первый взгляд, похож, но он больше подходит для там пеших прогулок, например. Намного больше, чем Каэл. И немножко провинциальнее смотрится. Нет, не было флешбеков. Они внешне, ну, как и многие большие города, да, небоскребы, бетонные коробки. Но Бангкок как-то более человечный, что ли, я не знаю. Потому что Каэл – это просто мегапольза для машин. Бангкок все-таки. Да, вот это вот бассейн на крыше моего отеля смесняли. Самый простенький отель. Ну, из нормальной, чтобы не хостел, чтобы можно было работать, чтобы был Wi-Fi. Не в центре города, там от метро идти целых 10 минут. Ого-го. 15 баксов на двоих в сутки. Заселяемся. Номер такой, номер действительно. Такой пошарпанный, но бассейн на крыше с видом на центр. То есть ты там в здании отеля фитнес-центр. То есть это бассейн не от отеля, это фитнес-центр. Но постоять с мотеля пользование бесплатное. То есть ты поднимаешься на крыше, вот тебе бассейн, и вот тебе вид на бангкок. Такой стоишь – ааа, я хозяин мира. Просто офигенно. Сразу же, конечно, накупил всех возможных фруктов экзотических. В первую же ночь фрам поймала анафилактический шок. К счастью, не сильно ему. Аллергия была, потому что обилие экзотических продуктов для организма. Но организм был не очень хорошо. Особенно организму аллергикам. А вот это рамбутан. Какой-то каштанчик. Дрэгонфрут. Самая фотогеничная и самая, наверное, безвкусная штука из всех ивашных фруктов. Он очень красивый. Оно очень-очень фотогенично выглядит, да, как яйцо дракона. А на вкус как недоспелая клубника. Такое. Ага. Почему мне сразу вспомнилось аниме One Piece? Они ни с этого, ни с Дрэгонфрукта списывали свои эти дьявольские плоды, которые внешне вроде тоже похожи, тоже абсолютно безвкусные. То есть... Не смотрел. А. Только в One Piece они еще сверхспособности дают, эти плоды. А, видимо, их все-таки нет. Не-не. Увы, не то. К сожалению, да, я их много ел, но не то. Да, включил. Если честно, мне это больше напомнило одну хрень из аниме Berserk. Если ты, может быть, знаешь, о чем я. А, вот тут я понимаю, о чем-то, да. Ну, наверное, вдохновлялись. Возможно. Еще в Таиланде очень любят сладкое. Ну, почти по всей Ювазии. И очень много сладостей. Сладкие блинчики, сладкие смузики, мороженки. Фото называется «Пережидаем дождь». Вот это улочки уже не центра. Это уже вот. Ну, с чем бы сравнить район, где я живу. Если брать Харьков, то это, наверное, где-нибудь там Академика Павлова студенческая. Если брать Киев, то это, наверное, Академики Павлова студенческая. То есть не центр. То есть не какая-нибудь там жопа Борщака или Троя, да, но и не центр. Магазин манги. Это все тупо манга. Я выкладывал, да, у меня еще не было канала в телеге. Я все еще выкладывал в Facebook и знакомые анимешники. Я прям чувствовал каникапы с меняем на экран. Манга, 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 манга. Вот ТЦшка, напротив которой я жил. На станции МТО есть ТЦ, называется две семерки. Понятно почему. Ну вот многоуродный Бангкок. Да, здесь сходство с Каэлом есть. С Каэлом, с Гонконгом. Но в Бангкоке ты можешь зайти на переход просто с улицы. Ты идешь по пешеходной части улицы, нифига себе. И прямо оттуда поднимаешься по лестнице на переход. Тебе не нужно отпускаться куда-то под землю, искать вход в этот чертов переход. Потом искать выход нужный с этого чертова перехода. То есть все попроще. Интуитивно очень понятно. Кстати, метро, как и в других городах, ценник по количеству станций. То есть ты покупаешь жетончик, и ты его бросаешь в турникет не в начале поездки, а в конце. То есть проезжаешь нужную кричь со станции и в конце бросаешь жетончик. Как ты в начале бросаешь его в турникет, он тебе выдается обратно сразу же, то есть там чуть-чуть отмечается. Ты его забираешь, а в конце уже бросаешь насовсем. Переход под метро и сверху метро. Централ парк местный. Люмпини парк называется. Место, где тысячи бегунов, тысячи там большой парк и по периметру огромная-огромная беговая дорожка. И вечером там такие нереальные толпы народу бегают. Просто ты ждешь, чтобы перейти эту человеческую реку. Просто в парке фоткал. Вот эти ребята везде. Маленькие засранцы. Как я кайфовался этого вида. Ну вот, райончик победнее, так сказать. Это на берегах каналов. Такие вот простые хибарки. Хибарки. Как переходят дорогу в Таиланде? Берут и переходят. Район Китайский рынок. Ценный район. Большой район. Полностью Китайский рынок. Китайский квартал и, соответственно, Китайский базар. Огромный. Не как Барбашову, конечно. Но большой. Это в храм к Сигхан зашел. Такие индийские ребятки. И рядом индийский рынок. Все для подношений. Вот эти гирлянды – это цветы. Живые цветы. То есть их накануне срезают, привозят. Сидят там женщины, их нанизывают на леску. В течение дня продается. А что не продается, то выгидывается. Китайские храмчики. Это мое любимое, любимейшее место в Бангкоке. Это храм Ват Арун. Хотя говорить храм Ват неправильно, потому что Ват в переводе с китайского, с тайского означает храм. Храм Арун – храм Зари. Это огромная такая белая ступа. Это боковая ступа. Огромная белая ступа, на верхушку которой раньше можно было забираться. Сейчас нельзя. Увы, не успел. Там кто-то падал, ноги подворачивал. Поэтому сказали, все, нефиг шастать. А вот те самые много-много ступ, которые я обещал. Храм Ват-По с огромным позолоченным лежачим бундой. И на территории храма куча-куча-куча таких ступ, которые выложены мозаикой. Это все мозаика. И я еще думаю, что вкладывалось на все вручную в свое время. Прикиньте, сколько труда это все выложить. Интересно, еще на территории большинства храмов есть массажные салоны. У каждого уважающего себя крупного храма есть своя школа массажа. Вообще массаж в Таиланде – это такой культ. Массаж в Таиле – это как кофе в Турции. Там массажные салоны везде. В другом торговом центре. Сокольный этаж, подземный этаж обязательно будет под массажные салоны. И они максимально утилитарные. Это как, не знаю, кабинет дантиста. Ты приходишь, заполняешь анкетку, где тебя можно трогать, где тебя лучше не трогать, с какой силой их там трогать. И тебя разминают. То, что тайский массаж – это хрупкие тайки топчутся по тебе ножками – это стриотип. То есть такое тоже есть, да, в местах для туристов. Но вообще тайский массаж, вот именно в Таиланде – это просто очень жесткий такой медицинский массаж. Очень жесткий. То есть я когда раз попросил средний уровень, а минимальный, как обычно, а средний – капец меня выкручивали. То есть тебе там ногу за ухо заводят, руку куда-то выкручивают, голову как с вес сворачиваются. Крутят, выдергивают, перекручивают. Но как потом кайфово. О, то есть в процессе ты иногда вот почти орешь. Иногда не почти, если набираешь жесткий массаж. Но как потом кайфово. И так как массаж везде, так как массаж – национальная фишка, он стоит в среднем 100-150 бат. То бишь 80-100 гривен за часовой сеанс массажа. Хорошо было, в общем. Да, включил. Как я понимаю, у массажистов, если он везде, то там… Точно у всех массажистов есть хотя бы медицинские допуски какие-то? Да. Или там у них на это не смотрят? Там нет… Он как раз нужен допуск медицинский. Да, там нужно профильное образование. Обязательно в салоне висят стратификаты. Стратифицированный салон, что массажист с дипломом. Обязательно. Там просто массаж на уровне не досуга, как у нас воспринимается, а скорее как медицина. И салоны выглядят соответствующие. Есть, конечно, места для туристов, где там цветочки, благовония, хрупкие таечки в цветных полупозрачных одеждах есть. Но это туристическая развлекуха. Если хочется экзотики и потом рассказывать, что вот я был на том самом тайском массаже, то да, но это не тот самый тайский массаж. Будды, 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 Будды. И в Таиланде, как в Турции, той же контраст между туристическими местами и нетуристическими местами довольно большой. Не настолько большой, как в Египте, но большой. Мозаичка, 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 мозаичка. Красивые, очень красивые ступы. Я настолько красивых мозаичных ступ больше нигде не видел. О наших монахов я уже говорил, может, кто не был, не слышал. Монашество в Таиланде, не только в Таиланде, это как у нас в Армянске, не служил ни мужик. Обязательно мужчина должен пойти и хотя бы два года в храме отслужить. И у многих в домах, или если есть какой-то бизнес, то там в кафе висят портреты, такие дембельские альбомы. Попец сына, который ходил в монахи, в бритовой и в оранжевой корясе. Немного китайщины на нашем канале. Ага. Слушники, на которых пьяный для бритья написан номер нашего монастыря. Да, почти так. А вот эти штуки, это штуки для благовоний. Это курительницы храмовые. Насыпаются сухие благовония, поджигаются, и на большие праздники оно все бибит. Это я снова фоткал эту мозаику, потому что я не мог не фоткать эту офигенную мозаику. Но на самом деле храмную архитектуру тайцы сперли у камбоджийцев, то есть у кхменов. Когда они завоевали кхменов, ну как завоевали, войной сходили, пару раз даже успешно, они там переняли в том числе храм архитектуру. Кто был на эфире про камбоджу, увидел камбоджийские храмы. Тайские храмы пошли оттуда. Будды, я знаю, вам уже надоели Будды, потому что их везде много. Это какой-то особо ценный Будда, постамент выложен драгоценными и полудрагоценными камушками. Я уже несколько по-другому думаю про тот парк, который мы в Лаосе показывали. Там тоже самое, только из бетона, по сути. Немножко более нестандартным, с нестандартными лицами у Будды. Там все-таки наркомания, да, самый большой в Таиланде лежачий Будда. Вообще многие страны и города Азии, они Буддами меряются. Если у тебя не самый большой Будда в целом, то давайте сделаем самого большого лежачего. Или самого большого сидячего. Или самого большого золотого Будды. Или самого большого лежачего в другом боку Будду. Народная азиатская забава, а это пяточки Будды. Стопы и пяточки Будды, на которых что-то очень священное написано, но пяточки на реконструкции. Скрабируют. Ага. Это типа народная забава, enlarge your Buddha? Ага. Да-да-да. Удлини свой Цигунда. Будды и пяточки. Самый посещаемый, кстати, в том числе храм Монгкока и Таиланда. Народу там дофигища. А это подушка Будды, вот его затылочек такой шипастенький. И блоки, на которых он лежит. Золотишко. Золото, изобруды, ничего особенного. Странные скульптуры, писающие именно там. На территории храма там же фонтан с какими-то максимально странными скульптурами. Тайский стритфуд. Традиционнейший стритфуд. Жареные всякие штуки. Сосиски, кальмарчики, рыба во фритюре, креветки, рыбные шарики, другие рыбные шарики, третьи рыбные шарики. Причем все это готовится, нанизывается, жарится продавцы в перчатках одноразовых, в масочках. Я обязательно спрашиваю, тебе острая, не острая. Я как-то просил острое, как для местных. Опять же, это была моя первая Азия, я еще не привык. Было хорошо, было горячо. Потом попривык. Главная река Таиланда и Бангкока. Нет, это не Меконг. Это Чачао Прайя река называется. Вот центральная ступа от прекрасного храма Ват-Арун, храм Зари. Храмы, храмы, храмы я пролистаю, потому что слишком много храмов. Простите, был напуган. Вот центральная ступка, на которую сейчас, увы, нельзя было забираться. Раньше можно было по ступенькам забираться куда-то вот сюда. Увы, но те времена прошли. Включил. Такой комментарий. Я вот был на большинстве предыдущих эфиров, в том числе про всякую Азию, где есть вот такие храмы, ступы и так далее. И хочу отметить, что в Таиланде, по крайней мере из того, что ты показываешь, скажем так, они несколько менее пестрые. То есть у них вот есть какие-то там два-три основных цвета, и они довольно удачно между собой сочетаются. То есть они как бы чуть-чуть лучше в такое восприятие визуальное, чисто архитектурное. Потому что то, что я видел там, по-моему, в Камбодже, я не помню, где ты это показывал, оно там прям такое пестрое, цветастое, знаешь, все цвета радуги одновременно. И из-за этого оно немножко вызывает впечатление игрушечности, что ли. А здесь вот прям, когда там, не знаю, красное, золотое и белое, и все, и больше ничего, но там какие-нибудь еще черные. Веленые. Это красиво. Есть такое. То есть самые яркие храмы, самые цветастые и с разноцветной неоновой подсветкой. Это была Мьянма, я показывал. Ну, кстати, в памяти короля нашего Пхумпхиона Адидета. Там у него коронационное имя, слов 20. Рама 9, в общем. Это как у нас замочки вешают на мостик в знак вечной, недолгой вечной любви. Там так вешают колокольчики. На колокольчиках гравируются имена. Первые буквы имен, подлицалы, и вешаются колокольчики на специальные подставки, деревья, на мосты тоже. По-моему, колокольчики прикольные, чем замочки. Не знаю, может. Мое мнение, колокольчики более эстетичны. Вот, 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 вот. Этот храм, за счет того, что он в основном белый, он офигенно красивый на закате. Он становится не белым, а красным. Ай, 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 фейсбук, уходи, я тебя не знал. Секундочку. Ну, можно сейчас подняться на какие-то первые две площадки. Ну, это я фоткал уже на заграждении. Раньше можно было заходить вверх-вверх-вверх, а сейчас оттуда, откуда я фоткал, это максимальная высота. Дальше уже нельзя. Ага. У меня, по-моему, первый взгляд с банком. Каждый день было пара-рой каких-то храмов. Я еще этого не наелся в тот момент. А, новый храм, новый храм, новый храм. Вижу к закату, он желтеет. Автобусы в Бангкоке есть разного уровня. Есть топовые виповы с кондерами и социальные басы. Так как я первый раз в Бангкоке был, повторюсь, бомжом-фотостопщиком, я ездил социальные басы, потому что не бесплатные. Тупо городские бесплатные автобусы, там несколько маршрутов, которые через весь город. Но, так как он бесплатный, то и уровень комфорта соответствующий. Местное медицинирование. Лучше, чем ничего. Не поскоришь, конечно. Лучше, чем просто открытая форточка. И главное, никто не орет, выключили театр, не дуют. Вечерний Бангкок. Вечерний Бангкок, как вы можете видеть, состоит из пробок. Чуть более, чем полностью. В Бангкоке почти нет широких улиц, потому что город действительно старый, застройка старая, а улицы узкие. И это огромная проблема, очень большая проблема. Вечером часов с 5-6, когда заканчивается рабочий день, и часов до 8-9, город стоит. Центр стоит полностью. Вот то, что я говорил, национальный герой Дараймон. Да, это кот. Кот робот. Подношение Ганеша. Modern Edition. Вот то, что я говорил, что кровавое подношение – замечательный фант. Красная фанта. Набор прямо из супермаркета, нераспакованный. В магазине вот так купил, есть суповой набор, есть набор для подношения. Купил, не распаковывая, под ближайший алтарь поставил. Все, молодец. Так. Помню, когда не ли ставится фото. Сейчас я перезайду. О, как раз мы дошли до одной из самых интересных локаций. Есть, короче, в Бангкоке есть, к счастью, уже была, надеюсь, такая очень знаменитая улица Као Сан Раут называется. Као Сан Раут – это место, улица, переулок небольшой, куда привозят туристов типа на экскурсию посмотреть на настоящий Бангкок. Это концентрированная туристическая ярмарка. Просто там, вот как раз там. Транс выряженный, за каждого угла на тебя выскакивают. Такие жареные скорпионы-тараканы, которых сами тайцы уже давным-давно не едят. Но туристу почему бы не скормить скорпиончика за доллар. Као Сан Раут – на мой взгляд, самое отвратительное место в Бангкоке. Но, к сожалению, многие туристы, которых бой за туром, они именно по Као Сану судят о всем Таиланде. Но, к счастью, Рама уже десятый. В двадцатом или девятнадцатом году стал хватит терпеть. Нафига она вообще это порочащее светлое имя страны улица. И приказал брать оттуда все бордеры. А, простите, клубы. А что там вот эти клубы, где членами по барабанам стучат, эти головы ушел. Все стереотипы Таиланда, которые вы слышали – это Као Сан Раут. Едьте туда? А, уже не едьте. Уже ее расчистили, и это прекрасно. Но, когда я был, там было еще ай-наме-наме-наме. Ага, вижу. Включаю. Возможно, неправильно понял. А что, получается, новый король, он такой скрепный, что ли? В смысле борьба с Ка Сан Раутом в рамках общего такого ужесточения нравов? Или это просто разовая акция? Нет, 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 нет. Это он сказал, написал, что эта улица портит доброе имя Таиланцу. Просто это не какая-то там улица с национальным колоритом. Это улица, на которой сосредоточены худшие черты и стереотипы в стране. Это улица Притон, улица Бордель. Самое злачное место на весь Таиланд. Лично я очень рад, что ее расчищают и вот эти все генделки, где подают водку с Рэдбулом, закрывают. Возможно, кому-то это не понравится, кому-то это самое сердечко, кто каждый год там катался специально именно на Каоса, именно прибухнуть там и посмотреть на члена шоу. А меня это радует. Я считаю, что Таиланд прекрасная страна, и если не будет такого стереотипного, плохого, в плохом смысле слова, места, то станет только лучше. Рассветный Бангкок. А это мы стопили по Таиланду. Автостоп в Таиланде довольно специфичен, потому что большинство местных, кто не новопедных, передвигается на... Как правильно называется? Пикап, не пикап. Короче, автомобиль с открытым кузовом. И ты, когда стопишь, тебя просто с Рюксичком вместе сажают. Ты вот садишься в кузов и едешь в кузове. Стоп, кстати, неплохой. Весьма неплохой. Но все тебя стремятся довести либо до вокзала ближайшего, либо до аэропорта. Потому что концепцию автостопа понимают не очень хорошо. Считают, что ты глупый белый и заблудился. Да, настолько заблудился, что каким-то чертом оказался в сотне километров от Бангкока, и тебе очень нужно попасть в аэропорт. Это очень сложно было. Останавливаются всем. Но очень сложно было объяснить, что нет. Спасибо. Мне не нужно в аэропорт. Мне не нужно на автолокзал. Меня не ограбили. У меня все в порядке. Просто досуг такой. Хобби. Понимаете? Просто хочу стоять при 40 градусах на дороге. Махать рукой. С риском никуда не уехать до вечера. Понимаете? Вот развлекаемся. Мы так европейцы. Не все это понимают. У нас в итоге семья местная подобрала. Очень милые ребятки. До сих пор в Фейсбуке там лайкают, комментят. Повезли к себе. Накормили ужином. И на рассвете посадили на поезд. Что это вы будете по дорогам шляться? Вот вам билеты. Вот вам тормозочек там с собой. Какие-то блинчики домашние. Садитесь на поезд и езжайте уже. Ага. Включил. Сколько им лет? Просто они выглядят как... Им как будто по 15 обоим. Ну уж точно. Выглядят лет на 15. У тайцев, кстати, многие тайцы действительно... Вообще многие азиаты стареют поздно и резко. То есть им до определенного возраста. Там лет до 50, до 40. На взгляд европейцы лет 15. И потом Херакси 90. А мальчик слева это сын. То есть реально подросток. А справа это мать семейства. Справа его мать. Просто тайцы так выглядят. Ну видимо они тоже самое про европейцев думают. Что как-то странно стареют. Ну я почти уверен. Что тоже на азиатский взгляд мы белые вообще. Дофига странные. Собственно поезд. Поезд. Нас посадили в какую-то пролетарскую электричку. Самую простую. Но тем не менее. Каждый полчаса час по вагону ходил дедушка с метлой. И подметал в вагон. То есть да. Развлечения стандартные. Электрички. То есть какие-то чуваки с гитарами ходили. Чуваки с гитарой какие-то ходили. Деньги собирали. Все как людей. Абсолютно. Но дедушка подметал вагончик. И вот ты едешь, едешь, едешь. И вокруг какие-то джунгли, джунгли. А поехали мы в Чангмай. Чангмай это северная столица. Культурная столица Таиланда. Маленький. Ну относительно маленький. И как по мне лучший город в Таиланде для Лонгстее. Для жизни. Для пожить пару недель месяцев. Чангмай это лучшее место. Там нет моря. Это север. Это на границе с Лао. Он клевый. Сейчас покажу почему. Но сначала, когда первый день мы там приехали. Как так повезло, что мы вышли четко на единственную. Единственную в городе улицу баров и проституток. Она на весь город там одна и метров сто пятьдесят. Но мы как-то сразу на нее попали. И первое знакомство с городом как-то не сдалось. Заходим с ЛЖД вокзала до Тополя. Плюс-минус до центра. Сворачиваем на улочку. А там бары, 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 шлюхи, шлюхи, шлюхи. И я такой, а мы точно туда приехали. Это точно культурная столица Таиланда. Но потом оказалось, что улочка там такая одна. Она совсем коротенькая. Остальное Чунгбай очень клево. Это вид из отеля города Чунгбая. Из отелей с хостелом. Мы выбирали хостел, чтобы были номера. Чтобы было не общая комната, номер на двоих. И желательно с бассейном. В Таиланде это не проблема. Это не делает большие наценки. Бассейны есть много где. И бассейн. Бассейн Рояль. Royal Guest House Hostel. Максимально аскетичный. Но с бассейном. Иконы everywhere. Бассейн. Чунгмай. 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 Чунгмай называется город тысячи храмов. Там еще больше храмов, чем в Бангкоке. То есть там концентрация храмов на километрах квадрат, наверное, самая высокая в Азии. По характерной архитектуре стенки видно, что там немножко была Чамская или Тямская империя. Рассказывал такие ребятки, которые жили раньше на территории Южного Вьетнама и в окрестностях. Вот они в тех краях много чего понастроили и их постройки четко отличаются. Бурый кирпич без заморочек. Летающие крысы. И храмы, 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 храмы. Сейчас будет много храмов, я полистаю. Но в Чунгмай храмы менее пафосные, менее помпезные, чем в Бангкоке. Они больше уже не похожи на лаусские храмы. Я показывал Лаус, Луан Прабанг. Это, собственно, город сосед, город побратим. И храмы очень похожи. Ну и в целом похожи. Храмы, 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 храмы. Наги, наги. В Чунгмайе самая древняя ступа в Таиланде. Самая высокая ступа в Таиланде. Самая золотая ступа в Таиланде. А карпы кои везде. Такое ощущение, что дождя, если лужа глубоко образуется, в ней тут же карпы кои. Потом телепортируется, когда лужа высыхает в другую лужу. Загадочное какое-то растение. В Чунгмайе я не просто ходил по храмам. Я сходил в храм, пожил на полторы недельки. Об этом будет чуть попажа. В Таиланде на вторую неделю я уже научился плюс-минус различать туристов из разных стран Азии. То есть, если это что-то высокое, чернявое и постоянно кланяется, то это японец. Если это небольшая толпа на пару сотен человек, то это китайец. А если это что-то совершенно неземное, воздушное, в белом платьице, белой шляпке, не пачкаемая грязью, то это корейцы. Корейцы, я не знаю, как они это делают, но они всегда выделяются своей какой-то принцессностью. Корейские туристки, кореянки, они максимально принцессные. Такое ощущение, что к ним грязь не пристает. Дождь идти, капли будут мимо парка. Парк. Просто городской парк. Ты приходишь, берешь там за бесплатную, берешь буковую ценовочку, положишься под пальмочкой и релаксируешь. Офигенно же. Ну, обычный городской парк. Тоже с спортплощадками, беговыми дорожками. Ну, я когда третий раз уже был в Чингмайе, три раза жил. Я открылся возле этого парка, снял жилье у Монса и жил через дорогу этого парка. Это великое изобретение тайского народа. Величайшее. Общественное, трачное. В Таиланде этого очень много. Есть самые лоу-левельные. Это просто туба посреди улицы стоит стиралка с монетоприемника. В верхней загрузке кидаешь монетку, кидаешь берегишко. Когда в соседнем мини-маркете покупаешь одну разную порцию порошка, закидываешь стирку и уходишь. А есть хай-левельные. Это прачечная высшего уровня. Там есть автоматики с водой, с напитками. Бесплатный Wi-Fi. Машинки не только стиральные, но и сушильные. Для разной температуры. Для разных типов ткани. Как я делал? Я приезжал, закидывал бельишко, расчехлял ноут, садился за столик и час, пока там белье стирается, сидел, просто работал. Там еще вентиляторчик дует. Взял себе смузик попить. Я считаю, что это офигенное изобретение человечества. Если у тебя нет стиралки дома, просто идешь в ближайшую прачечную и стираешься. Стоят ты сущие копейки. Если сравнить с нашими химчистками, то есть лучше, чем химчистки? Я не был в наших химчистках. По сути, то же самое. Даже удобнее. Просто, когда сдаешь химчистку, ты просто можешь сдать и уйти. То есть там за тебя все постирают, и потом уже выдадут тебе по номерку. То есть, да. А еще... Заметил, что в Таиланде, в отличие от других стран Ювазии, которые ты показывал, вообще все вывески дублируются на английском. Мне кажется, у тебя подборка фотографий такая, или там реально так? Это просто туристические, довольно туристические места. Что Бангкок, что Чангмай. В Чангмай очень много экспатов. В Чангмай живет очень много... Если в Бангкок приезжают именно посмотреть, погулять по экскурсиям, то в Чангмай очень много живет людей. Иностранцев там именно живут полгода, год, пару лет. Там даже есть отдельные экспатские районы, где все на английском. Вот. И цифры у них нормальные? Нет. Цифры у них свои. Просто это для неместных. У них еще, как в Японии, у тайцев иногда бывает такая дивная смесь местного и западного. Там даже в одной фразе могут проскакивать там слова латиницы или цифры нам понятные. Они как-то миксуют и все. У нас наши прачечные не дешевые, я сразу скажу. То есть постирать одно одеяло может стоить 400 гривен, например. Там куртку. Уличная прачечная. Уличная, которая обычная стиралка 50 бат, то есть 40 гривен. Вот в этом видим разницу. И вот такая хайлевельная, по-моему. Я там где-то фоткал именно прайс ценнички. Я покажу, по-моему, 80 гривен. Вот такая хайлевельная. Будут фоточки. Найт-маркет. Ступы, 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 ступы. Найт-маркет в черв мае – это отдельная развлекуха. Там по субботам, каждую субботу центральная улица. Там старый центр города, он квадратный. Улицы параллельные, перпендикулярные. И вот центральный крест, центральные две улицы превращаются в огромный рынок. И первый раз я пошел, потом обходил десерой дорогой. Куча народу, шум, мгам, толкотня. Спасибо. Спасибо, но нет. Храмы, храмы, ступы, ступы. Я не знаю, что это. Я не знаю, зачем это. Не спрашивайте. Поможете, спросите в субботу. Наги очень прикольные. Кстати, в центральных храмах Чунгра вход платный. Но если зайти с другой стороны, всегда есть калиточка. А местные не обращают внимания. Типа, если ты знаешь эту калиточку и через нее проходишь, ну, значит, ты здесь давно уже живешь. И что к тебе вообще придал быаться? Прошел и прошел. Молодец. Я просто потом пооткрывал черные ходы всех клевых храмов. И просто приходил так вечерком посидеть, втыкать, на закат посмотреть. Вот чем мне нравятся тайские и в целом азиатские храмы, что ты можешь просто прийти, сесть на полу и сидеть. Никто тебе не будет гнать, ворчать на тебя, что юбка короткая, еще какая-нибудь фигня. Приходишь, сидишь себе, на моду смотришь. Думаешь, думаешь. Никто что-то не трогает. Записки с пожеланиями покупаешь за какую-то символическую копеечку. Нужные тебе пожелания, счастья, здоровья, удачу личной жизни и вешаешь в храме. Оно типа и типа сбудется. Это как у нас свечку ставят на что-нибудь хорошее, так там вешают эти штуки. Монахов Чангмая дофига. Кстати, через 9 дней будет один из крупнейших буддийских праздников. Весак называется. День просветления Будды. И в Чангмая он так масштабно празднуется. Такие шествия везде с фонариками. Монахи везде гуляют. Это самая древняя ступа в Чангмая и в Таиланде. И надпись гласит, пожалуйста, не делайте на фоне ступы свадебное фото. То есть, видимо, задолбали делать свадебные фотосеты на фоне супердревней и священной ступы. Пришлось писать табличку на тайском, китайском и английском. Вот. Самая-самая-самая древняя. Точнее, то, что от нее осталось. Чангмай, он был пограничным городом. И он регулярно переходил из рук в руки. Его Мьянма с Лаосом из Таиланда друг у друга регулярно отвоевывали. То есть, он был то лаоский, то лямарский, то тайский, и потом снова лаоский. Город, переходящий с нами. По нему, кстати, видно местами, что он был лаоский. Очередной, типа, нетленный монах. На самом деле, это московая кукла. Но выглядит правдоподобненько. Храмы-храмы. Самая золотая ступа. Ступа полностью покрыта листовым золотом. Наверное, стоит очень много денег. На закате смотрится прекрасно. Типичная картина. Монахи с ноутами. Вообще, мне нравится, при некоторых храмах, в том же Чангмайе, есть такая услуга, такой сервис «Поговори с монахом». Есть специальные беседочки на весике. И там сидят монахи с табличкой, на каком языке говорит данный монах. И ты можешь посидеть, пообщаться, спросить о буддизме, о жизни монашеской, поспрашивать, он тебе поотвечает. Очень клевая штука. Можно много нового интересного узнать. Тайские дороги. В Таиланде из всей Юго-Восточной Азии лучшие дороги в Таиланде. В среднем по больницам. В Вьетнаме тоже очень хорошие, но в Вьетнаме есть. Есть проселок, я встречал. По Таиланду я хорошо так покатался на мопедике и ям ремонтов, латочного ремонта я не видел. Все дороги, по которым я ездил, выглядят вот так. В Таиланде дороги офигительные. Это вот тот монастырь, в который я ходил. Правда, я ходил в него уже в следующем виде в Таиланде. Первый раз когда просто ездил посмотреть. Вот тогда я еще не знал, что я в этом монастыре потом буду жить пару недель. Храм Дой Сутеп. Он немножко за городом. Я тут тоже стопил. Не специально так получилось. Нефритовый Будда. Возможно, самый нефритовый Будда в Великом Западе. Красивый. А вот с этой картинки меня немножко триггернуло, потому что что это было? Это была вечерняя молитва. Вот сидел монах, молился. И вокруг просто толпа с объективами чуть ли не в лицо ему тыкают своими объективами. Блин. Но, как вы видите, я стриггерился, но фоточку сделал. С безопасного расстояния и на зуме. Да. Но, блин, когда вот этот народ начинает лезть, тыкать в лицо бихеоми молящимся монахам, я считаю, что это неуважение. Фу-фу-фу так делать. А это подарок тайскому народу, кажется, от японского народа. Вот такая деревянная штука, на которой вырезаны сцены жития Будды. Это полностью деревянная, четыре деревянные колонны, деревянный навес, там вверху животные восточного зодиака, а на колоннах Будда с товарищем. Я не знаю, зачем там скульптуры кур, наверное, вместо садовых гномов. У нас садовые гномы, у них садовые куры. Храмы, 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 храмы. Надвигается буря. Если видишь такое на горизонте, знай, у тебя где-то 10 минут, чтобы спрятаться под навес. Иначе будешь мокрый. Клевая штука. В тайских автобусах есть второй этаж. На втором этаже есть места в первом ряду. Я старался покупать всегда билеты на эти верхние места. А ты садишься, закидываешь ноги сюда вот на поршень, на рюкзаки и любуешься видами. Или спишь, как вариант. Закатываю червая. Рынок еды. Традиционный тайский рынок еды. Мясо крокодила. 80 бат это в переводе на отечественные 65 гривен. Что по тайским меркам дороговастенько. Курс считается очень просто. 10 бат это 8 гривен. 100 бат это 80 гривен. На этот рынок я ходил питаться. Потому что фруктовая нарезка, какие-нибудь манго, ананас, яблоки. Уже порезанные, почищенные. Стоит 20-25 бак. То есть 15 гривен. Пол бакса. А шпажки мясные 20-30-40 бак. То есть гривен там на 50. Ты можешь отлично от души наесться. Храмы, 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 храмы. Бассейны, бассейны. Закаты, закаты, а чешуительная. Вот. Рынок еды. Сладости. Это не настоящие сладости. Это муляжи. То есть это муляж того, что ты можешь взять. Ты подходишь, смотришь на витрину, ходишь, роняешь слюнки, выбираешь то, что тебе больше нравится. Приходишь, подходишь в прилавку, говоришь номерочек и тебе такое вот делают. Насчет тайского чая. Видите, это тайский чай. Сейчас я поставлю уголечек еще один, сделаю светомаскировочку и расскажу вам, что такое тайский чай. Потому что тайский чай – это вообще не то, что мы понимаем по словам чай. «Барен» Спасибо. 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 И чай – это молоко с какими-нибудь сладким сиропом и с желейными шариками. Шарики желе, молоко, сиропчик и, может быть, сахар еще, больше сахара. С чаем, в нашем понимании, это имеет общего ровно счетом ничего. В Тайванде это называется чай. Я даже такую штуку одну купил. Это лампы бумажные. Их складывают в плоскость, запаковывают как открыточку и с собой можно таскать. Благовония, благовония, благовония. Целые ряды благовоний. Больше благовоний. Это легендарные тетушки. Это беженки из Мьянмы, которые лет 20-30 назад бежали из Мьянмы в Таиланд, когда в Мьянме была очередная заварушка. И с тех пор живут в Чармайе и на одном и том же месте готовят блинчики. Вот они уже лет 20-30 пекут блинчики. Это тетушка, которая слева. Вот это мать семейства. Справа это уже дочка, наследница семейного бизнеса, так сказать. Очень знаменитое место, к ним постоянная очередь. И блинчики, кстати, клевые. Мужики играют в мяч. Ничего, сыграла. А вот этого тоже много в Таиланде есть. В торговых центрах огромные магазины миниатюрок. Ну как миниатюрок? Ну, миниатюрок. На самом деле это рекламный стенд, всего лишь миниатюрки действительно миниатюрные. Сейчас и у нас этого хватает в количестве. Но я помню времена, когда в Харькове за такое многое можно было бить. Тайская версия, не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла. Вы спросите меня, а будет ли море? Будет ли курорт на Таиланде? Да, будет. Еще немножко. А вот те самые девочки, которые не девочки. Это по парк-зоопарк, что называется Night Safari. Это большой комплекс. Ты туда приезжаешь и там огромная территория, по которой ходит автобусик, паровозик. То есть нечто с прицепчиками ходит. Ты ездишь по парку и наблюдаешь животных в естественной среде. Хищники, естественно, за загородкой, травоядные. Просто так отвечают. Вот такие вот девочки с кадыгами. Их в Таиланде, на самом деле, не так много, как голосацы. То есть трансы в Таиланде есть. И трансов в Таиланде сравнительно с другими странами довольно много. Они все работают в шоу-бизнесе. Вот шоу при парках, шоу просто-таки вечернее шоу для туристов. По мне это вполне себе красиво. Никакой негативной реакции у таких людей нету. Забавно, забавно-незабавно, когда я был второй раз на этом шоу, когда прилетали родители Фран, мы ходили с ними, они танцевали под Виагру. То есть группа Виагра российская, там их песни крутили, они под них танцевали. Почему-то она в Таиланде очень популярная, я не знаю почему. Вот это уже на сафари, ты едешь в вагончике своем, и мимо прыгают кенгуру. И зебры ходят. Можно их кормить с руки, если еду с собой привез или купил на месте. Это жирафы прям в лицо лезут. Облизывал лицо жираф? Не самое приятное ощущение по моему опыту. Язык длиннющий, сиреневый. То есть ты ему еду протягиваешь, а он тебе может по локоть примерно поздороваться. Все равно, конечно, мило, они очень прикольные. Такая шкурка бархатистая, орошки такие, все. Но слюнявые. Олени, олени, олени олени. Там потом, когда ты проезжаешься, если ты берешь комплексный берет, то сначала там шоу, танцы, кардебалет, потом ты проезжаешься по территории и смотришь зверюшек, а потом шоу зверей, лемуры по канатам бегают, цирк. А это городок Пай. Про него мало кто слышал. Совершенно случайно нашли в интернете. В горах, в горах, на самой границе с Мьянмой. Маленький городок, который в годах 60-70-х был такой меккой хиппи. Это маленькое село, куда приезжали европейские хиппи, чтобы курить траву и расслабляться на природе. Сейчас, честно, на мой взгляд, Пай выглядит подзапущенным. Там все еще много хиппи, но это те самые хиппи, которые приезжали в 70-80-х. Они такие уже хорошо в возрасте. Простите за мой шовинизм. Она очень потрепанно выглядящая. И атмосфера, в целом, упадка. Упадка, что некогда это было популярное, веселое, молодежное, хорошее место. Сейчас как будто фестиваль закончился. Олды остались. Олдскульные хиппаны. И по привычке продолжают там уже спустя 10 лет после автопати продолжают тусить. У меня впечатление возникло такое. Сам поселок милый. Он в горах, поэтому природа красивая. Но контингент такой потрепанной жизнью. У нас это все компенсируется красивейшими горами, красивейшими полями. Благпостами на каждой границе. Граница. Наркоту для этих самых хиппи везли именно из Мьян. Потому что там рядом легендарное место. Золотой треугольник так называемый. Золотой треугольник – это такая местность, как Чуйская норина в Казахстане. А в Ювазии местность, где выращивали огромное количество опиумного мага. На границе между Мьян, Майлау и Таиландом. Сейчас там музей опиума. Музей контрабанды. Музей опиумной мафии. Сейчас это абсолютно туристическое место. Но в конце 20-го века это был центр местной контрабанды. Эту кафешку открыл Харьковчагин. Борщ суп. К сожалению, когда я был там, он как раз летал в Украину. Мы не пересеклись. Я пообщался с работниками кафешки. Сам чувак был в Украине. Открыл кафе с борщом в Таиланде. В Пае я научился есть на мапеле. Меня задолбало ходить пешком. Мы жили немножко за поселком. Не то чтобы далеко, но каждый день ходить пешком где-то час в одну сторону. Под задолбало пожаре. А там как раз на улице сидел мужичок с табличкой «Научу ездить на мапеле за 100 бат с 80 гривен». И я дал ему денежку. Он повез меня на полигон ГАИ. Там показал, как рулить, сигналить, ехать. Так как я велосипедист с дофигалетним стажем, я на мапе сразу сел и поехал. Для меня не было проблемы держать равновесие. И в Пае я как раз освоил мапе, и это было счастье. Потому что без мопеда тяжело. В Бангкоке, окей, в Бангкоке есть общественный транспорт. Но Бангкок – это единственное место, единственный город Таиланда, единственное место Таиланда, где есть общественный транспорт. В других местах Таиланда общественного транспорта нет. В 2020 году, когда последний раз был в Чангмайе, там сделали круговой маршрут автобуса. И старожилы там удивлялись. Вау, вау, нифига себе, автобус в Чангмайе. А так ты либо ездишь на такси. Там работает Uber, но на такси все-таки не дешево постоянно ездить. Либо много ходишь пешком. Либо осваиваешь мопед. Мопед выдают тебе в Таиланде без прав. То есть полиция тебя может словить. И в том же Чангмайе периодически устраивают облавы. Сделают в центре блокпосты. И я пока не получил права. Я изучил все огороды, которыми можно объехать центральную дорогу. Вот. Ну а когда ты берешь в аренду мопед, у тебя права не спрашивать. У тебя вообще ничего не спрашивать. Ты даешь деньги, берешь мопед и едешь. Все, а дальше сам себе дурак. Ван мопед стоит самый простенький 100 бат в сутки. То бишь 80 гривен. Покруче 150-200. Но это небольшие деньги. Бензин. Бензин доллар за литр. Станции заправки автоматические. Или вот не повторяйте мои ошибки. Можно заправляться. Сейчас. Где-то фоткал. Или не фоткал. Семочки. Экопища. Килограмм 350 бат. Пересчитайте в гривны. Вот. Заправляться можно на разлив. Сидят на дороге бабушки и дедушки. Продают как подсолнечное масло. Продают топливо в бутылках. Я один раз взял. Ну и заглох посреди нигде. Потому что это ядно расподяженное топливо. Которое. Прогорает. Быстрее. Чем. Чем стоило бы. А его мопед. Кашляет. Чихает. И вообще плохо все ведет. Заправляйтесь. На официальных заправках. Не берите топливо в бутылках. Это плохо заканчивается. Поверьте мне. Еда. Невозможно. Невозможно в Таиланде не перекусывать постоянно. Даже если ты уже наелся. Даже если ты думаешь, что ты уже не хочешь есть. Не только мой опыт подтверждали. Другие люди жившие в Таиле. Ну невозможно. Все такое вкусное. Да. На какой-то концертик местный попал. Да. Справедливость. Пая. Пайский каньон. Такие вот. Как это правильно назвать. Я не знаю как это правильно назвать. Холмы, не холмы. Такие штуки. Выбитые. Вымытые дождями. Выберенные ветрами. Вытесанные эрозией. Вот. И по ним ходишь. Любуешься. Такие вот гребни. Глиняно-песчаные. Я туда поехал. На своем первом мопеде. Мой первый длинный мототрип. Там километров целых пять. Над городом. Так гордился. Вот такая штука. Такой парк. Большая территория. Можно долго гулять. А еще иногда все прутся на рассвет. Там крутые рассветы. И поэтому приезжаешь на рассвет. И там такое жужжание стоит. Потому что все приезжают. Большинство приезжают с дронами. И ты сидишь. Над тобой в воздухе дроны толкаются. За лучшее место для съемки. Прикольная штука. Я такого больше нигде не видел. Обычно каньон это просто ущелье. А тут каньон наоборот. Каньон вверх. Инвертированное ущелье. Рисовые поля. Невозможно. Не входят рисовые поля. И тоже одна из достопримечательностей. Там пайон сам крошечный. Но вокруг него куча достопримечательностей. Куча интересных мест. Это вот какие-то чьи-то поля. Я не помню чьи. Там имя какого-то фермера. Которого принадлежали эти поля. Прикол в том, что там большая территория. Большие очень поля. И через них проходят вот такие вот сплетеные мостки. Очень протяженный, разветвленный. Такой лабиринт из мостков. Тоже можно смело полдня гулять над полями. Обычно как? Обычно по лесным полям как ходят? Просто по земле протапнутся тропинки. Прям в воде. И по щиколотку в воде люди ходят. А тут сделали специальные мостки. То есть тебе не нужно вмесить глину. Ты можешь гулять сухими ногами. По твердой поверхности гулять и фоткаться. Просто гуляешь, фоткаешь. Можно лечь полежать. Я находил там тупички, уголки. Просто ложился на циновочку. Лежал, втыкал, как растет рис. Вот такие уголочки под навесиками. Ложишься, лежишь, смотришь на небо. Красота. И вот там я заглох на пути обратно. Думал, да ладно, с горки докачусь. Там заправки по поинерции чисто на гравитации. Нет. Пришлось останавливать каких-то ребят, тайцев. Оставлять франк с мопедом. Они меня подвезли до ближайшей военной части. Там солдатик сбегал и принес мне бутылку бензина. Меня отвезли обратно. Я заправился и уже поехал. Настрелял бензин на военной части. Валяешься. А там еще прохладно. Это высокогорье. Внизу, там где Бангкок, там жара. А Павел в горах. Тысяча, по-моему, метров. И там прохладненько. То есть для любителей сельской жизни, для любителей их небольших городков, расслабленного хипанства и отсутствия почти полного хай-леверной цивилизации, Паи – это все еще крутое место. Для того, чтобы отдохнуть, выдохнуть на природе. Покататься по горам. Там в горах куча водопадов. Я покажу, откуда готовилась. Там явно на падение. Четыре позиции. Я карту принес. Куча водопадов, которые совершенно бесплатные. Там водопады с бассейнами природными, выбытыми водой. Там приходишь, инфраструктура есть, кабины для переодевания. Переодеваешься. Понимаешь? То есть для отдыха на природе место клевое. За горами уже Мьянман. Словы. Это мы на рассвет поехали, приехали, а там тучи и туман, и рассвета не будет. Ну что ж. Вот это. Прекрасный рассвет там тайским каньоном. Я вообще не очень люблю вставать. Афрам большая любительница рассветов. Она меня постоянно подрывала, тягала обязательно в каждом месте. Пойдем, пойдем, поедем. Там рассвет над морем. Рассвет на горе. Рассвет на каньоны. Я постоянно ворчал. Я узнал, что такое ехать, что такое спать за рулем. Так себе экспириенс. Но было разочек, когда я заснул за рулем. А заснуть за рулем мопеда, это, конечно... Это не заснуть за рулем машины. Ты такой, едешь, едешь, едешь. И быстро-быстро ворачиваешь руле обратно, потому что иначе есть риск навернуться. Парас свет. Парас свет. Черепахи. На камне черепаха и сомы. Еще одна локация. Там куча локаций уникальных. Китайская деревня. Район. Район, пригород, пригород Папая, где живут одни китайцы. Вот они из Китая через Лаос в свое время туда дошли, осели и живут. Там все на китайском. Китайские храмы, китайские магазинчики, китайцы, китайские драконы, китайские карпы. Вещина сплошная. Тоже больше аттракционов, на самом деле, чем поселение. Да, люди там до сих пор живут. Но большинство домов это сувенирные лавки, магазинчики. Больше туристов. Качельки оригинальненькие. Сразу скажу, я не катался. Мини-копия китайской стены, да, это уже совсем туристическая хохлома. Китайские храмы. Окрайины Пая. Ну да, окрайины, соседняя улица с центром. Кафе с кроликами. Такая пушистая милота. Ты ешь, и она ест. Правда, есть один нюанс. Кролик может настать на стол. Животное чё, не приканж. Милая. Маглая. Толстый кот, и он жмёт здесь, и он хозяин дома. Надпись на добычке. Торпический салат. 60 бат. То есть 50 гривен за огромный, огромнейший салат. Да, цены на севере Таиланда и на юге Таиланда различаются раз в два. То есть на юг, который более туристический, особенно в Хуке от какой-нибудь, вот провинция Краби, там ценнички могут быть выше, чем на севере раз в три. Потому что тур места. Север он дешёвый, юг он подороже. То есть всё равно дешево с Европой, но разница в ценах между севером и югом, она есть, и она заметная. Комочек меха. Это уже снова Бангкок. Мы повесели в Чангмай неделю, потом закончилась виза. Мы поехали в Лао. В Лао обновили визу. Сделали визу, когда делаешь визу из-за границы, из средней страны и Кибели, дают сразу на два месяца. По прилету две недели, а из средней страны на два месяца. Получили визу и вернулись обратно в Таиланд и решили, что надо бы и море посмотреть. А до этого начитались в интернетах, в отчётах, что в Таиланде снимать жильё на Лонгстей на месяц супер дёшево, за сто баксов в месяц можно снять дом. Возможно? Возможно. Когда-то это было правдой. Когда я снимал жильё, мы нашли комнату на Самуи. Это довольно популярный, но не самый туристический остров. Он называют пенсионерский остров, потому что там мало тусни всякой. Там в основном люди почтенные. Тусят, которые хотят не айданы, а просто купаться, загорать, пить кофе по утрам на террасе и не суетить. Идеальное место. Мы там сняли за 300 долларов в месяц стоила комната. Это был низкий сезон. В высокий сезон она уже стоила 350 долларов в месяц. Это был 2017-2018 год. Когда мы туда приезжали третий раз, то мы в то же жильё по скидке получили свои 300 баксов, но жильё стоило уже 400 баксов. Это не дом. Это была комната. Я покажу её. Снова Бангкок. Снова Бангкок. И тоже ещё одна из легенд, что в Азии нужно не бронировать видео заранее по букингу или Airbnb, а приезжать уже на место в нужный город, посёлок и ходить по улицам, смотреть объявления, звонить по телефону, договариваться. Нет. Опять же, возможно, когда-то это работало. Сейчас, в семнадцатом, девятнадцатом, двадцатом году это уже не работало. Нас смотрели на идиотовку, мы попытались так сделать, типа, что у вас, интернета нету, что ли? То есть это можно. У меня знакомые находили. Находили домик своей мечты на Бали за деньги меньше, чем при планировании через интернет. У них это заняло месяц. Они просто прилетали на два года, и поэтому могли себе позволить две-три-четыре недели потратить тупо на поиски жилья. Они сняли что-то не идеальное, не домик мечты. И вот раз в пару дней ездили по Хвесовскам на мопеде, действительно звонили, разговаривали, торговались. И вот через месяц они сняли очень хороший дом виллу за очень скромные деньги. Но это куча времени, это куча сил. И если ты прилетаешь на пару лет пожить, то, возможно, это имеет смысл. Я первый визит, я наивно думал, что месяц-два это тоже локстейдинг. Но нет, люди прилетают на годы, и ты со своим месяцом такой бронируй на букинге и не выеживайся. Чего ты вообще? Это уже деловые кварталы Бангкока. Немножко о трафике в Бангкоке. Если ты коленкой не касаешься коленки соседа, значит трафик не очень плотный. Свободненько так можно ехать. Район высоток, честно, как район высоток. Высотки, как высотки. Да, есть прикольный такой. Вот такой прикольный небоскреб. Оригинальный. Ну вот так. Высотки и высотки. Стекло и стекло. Первый раз прикольно, второй раз забавно, третий раз скучно. Высотки. Высотки. Зацените переход. Внизу под мостом дорога автомобильная. Это пешеходный переход. Это уже ветка метро. Третий этаж. Снова централ парк. Варанчик. Жирненький парковый варанчик. Как белочка, только варанчик. Не боится скотина вообще. Кушает хлебушек. Это я ездил. Вокруг Бангкока есть штук 8 плавучих рынков. Вот рынки, которые на каналах на воде торгуют с лодок. Но с ними есть нюансы. Эти рынки все работают по лунному календарю. То есть такой-то рынок работает там в восьмой день каждого третьего лунного месяца. Такой рынок работает на каждое третье новолуние. Третий рынок работает на каждое второе полнолуние. Мы поехали на самый попсовый. Донг Муанг Садуак, кажется, называется. Чем он известный? Тем, что там снимали Бондиану. Какая-то из частей Туэмса Бонда. Есть сцена погони на вот таком плавущем рынке. Это снималось вот здесь. Штука прикольная. Действительно, куча каналов, по которым плавают лодки, из которых продают всякое. И на этом месте у меня снова перестали сцена фото. Да, только назад я пойду заберу уголечки и к вам вернусь. Спасибо. Спасибо. Я снова с вами. Сейчас загружу кальян и включу дальше фотографии. Тоже с этим плавущим рынком получилось не совсем так, как хотелось, потому что мы до него ехали на обычном городском автобусе. Это час-полтора трястись в автобусе, стоять в городе в пробках, час-полтора трястись обратно. При том, что на сам рынок часика хватает с головой, туда, мне кажется, лучше ехать либо на такси, либо на арендованном транспорте. Еще арендованный мопед, как я уже не раз говорил, лазит, рулит, бибикает и позволяет себя свободно чувствовать, не зависеть от автобусов, не торчать в пробках. Есть, конечно, некая доля экстрима, особенно в бангкокском трафике. Ринок. Ринок. Тут же едят. Есть отдельные лодочки, на которых торговцы плавают, а есть лодочки, на которых плавают водщики еды для торговцев. там стоит баллончик, плита газовая, там же на лодке. И там же варятся какие-нибудь пельмешки, жарится что-нибудь. Ну, как у нас на рынках с перешками ходят, продают чай, кофе, пирожки, так там на лодках. Принц тот же. Это лодка для туристов. Еда, 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 везде вкуснейшая, крутейшая еда. Барабашова только на воде. Снова немножко Бангкока. И вот Самуи. Кстати, в Таиланде очень хорошо развито внутреннее транспортное сообщение. Ты, если покупаешь билет из точки А в точку Б, то билет может быть один. Но это может быть 2-3-4 транспорта с пересадками по 2-3-5-6 часов между ними. Только ты об этом узнаешь в процессе. То есть тебе не нужно делать ничего движения. Даже если ты прибываешь на один автовокзал, а следующий автобус справляется с другого, тебя довезут на такси, и это входит в целый билет. То есть билет на автобус включает в себя полную доставку от дома до дома. Но иногда бывают пересадочки по 4-5 часов тупо на каком-то полустанке посреди нигде, где ты сидишь и ждешь следующего автобуса. Вот так мы ездили на Самуи. Самуи – это остров из Бангкока до Сураттани. Из Сураттани ждешь паромчик, пересаживаешься на паромчик и на паромчике уже плывешь. Рано, рано утром плывешь на остров. Вот остров Самуи. Вообще есть остров Самуи – пенсионерский остров для спокойного отдыха. Есть остров Панган, остров по-тайски Ко, поэтому часто говорят остров Ко Самуи. Остров Ко Панган – это патология, это остров-остров. Либо Ко Самуи, либо остров Самуи. Есть Ко Самуи, есть Ко Панган. Он более дикий, туда летают хиппи-этишники на зимовку. Там чуть дороже жилье, но там цивилизация где-то все. То есть там снимаешь какую-то виллу на 15 человек коворкинг, сидишь там, кодишь всю зиму, в море купаешься, на нопеде катаешься. Есть остров Пхукет. Не советую. Пхукет – это пьяные русские. Пхукет – это пати до утра. Короче, если вам нравятся курорты с максимальной концентрацией бытла руссо-туристов, то Пхукет – это ваш выбор. Если хочется чего-то цивилизованного, то Самуи или Панган. Если хочется максимальной робинзонады, то есть острова Тао, Хо Тао. Это восток Таиланда на границе с Камбоджей. Там цивилизации почти нет. Там бунгало и все. Если хочется поробинзонить, то поробинзонить самое доброе. Он для меня идеальный вариант Самуи. Он в меру большой. Там есть кинотеатры, супермаркеты, рынки, магазины, прачечные. Это первая и последняя в моей жизни селси-палка. Фото с пляжей. Фото с пляжей. Первое в воде за полгода. Полгода тусили по странам разной теплоты. И вот дорвались до морюшка. Вот комната, которую снимали за 500 баксов. Студия. Без кухни. Потому что в Таиланде очень сложно найти что-то с кухней. Потому что нету традиции дома готовить. Максимально, чтобы найти, это с мойкой. С мойкой. Купили в первую неделю, с первой зарплаты, купили туда блендер и чайник. И этого хватало с головой. Потому что ты можешь питаться на рынке за смешные деньги. Покупать домой фруктики. Делать из них смузи. Греть чайочек, кофеечек. И радоваться жизни. Гид с балконом. Балкон. И сейчас был баунти фото. Внимание, баунти фото. И вот там месяц я тупо жил. Я работал. Как раз работа поперла. Заказов много было. Проснулся. Сходил утром. Покупался в морюшке. Позаврикал. Вернулся домой. Поработал. В обед сходил. Пообедал. Покупался в морюшке. Поработал. Вечером пошел в длиннющий пляж. Пошел по пляжу. Туда-сюда погулял. На закате вечерочком. Пяточки почухал от камушки. Вот этот камень. Вот этот камень. Называется среди местных дедушка. Угадайте почему. И рядом есть камень с такой большой длинной расщелиной. Называется правильно бабушка. Камень и вода. Куча пляжей. Хочешь маленький каменистый пляж, где никого нет? Пожалуйста. Хочешь большой песчаный пляж, где тоже никого нет? Пожалуйста. Хочешь отличный белый песчаный пляж, где Маша куда пошла? Ваня не лезь в воду. То не стоит. То есть там есть пару резерваций, куда приезжают русские туристы. Я один раз сунулся, послушал весь тагил концентрированный. Больше туда не ходил. Просветы, закаты. Потрясающие закаты, потрясающие. Небо в огне. И вот так месяц. Рыбочки местные. Вот эта стоечка с удочками. Обойма. Рассветы. Там при желании... Я жил на Ламаи. Там пляжи называются по названию ближайших поселков. Я жил в поселке Ламаи и пляж Ламаи. А есть соседние там минут 15 ездили на мопеде пляж Чавенг. Там есть некоторое количество баров, клубов, дискотек. Есть более уединенные уголки. Есть более оживленные уголки. То есть там можно найти место на любой вкус. Птицы. И тыквы. И дожди. И белки. Птицы. Остров, он вулканический. То есть он в форме конуса усеченного. И на вершине горы. Есть парадайз-парк. Это небольшой контактный зоопарк. За какую-то символическую денежку абсолютно приезжаешь, заходишь на территорию, там всякие попугайчики врут. Они буквально кусают за ноги. Голуби. Голуби. Белки. Или не белки. Я не знаю, кто это. Что-то похоже на белку. Вот такие страшные зверюги. Почему страшные? Потому что мы размер этого клюва видели. Если пол будет резать, то мало не покажется. Тяжелая, кстати, скотина. Увесистая. Олени и олени. Вот тоже страшная животинка. Во-первых, у него глаза стрёмные такие, красные. Во-вторых, он периодически так ножку поднимает и слегка на тебя замахивается. А нога у страуса, она выглядит внушительно. То есть ты понимаешь, что если он тебя сейчас пнёт, прилететь ты будешь вот куда-то с этой горы в море. У страусов я старался опадить. Я вообще небольшой фантаж животных. А и там есть вот такой бассейн, с которой можно делать лакшери фото. Я с видом домой. Тут видно, что я не очень умею лакшери фото. Павлин дурная птица. Парк на горе, когда мы ехали обратно, спускались у меня, отказали тормоза нам отреесть. Не отказали, а перегрелись. Это было весело. Тормозил тапочками. Гуан Ю. Видите, китайский адмирал, генерал, флотовокец, полководец. Почему он здесь, наверное, доплывал? Потому что вообще это южно-китайское море. Там можно. Чуть-чуть на севере Китай. Сначала Вьетнам, потом Китай. Вот такие штуки я где-то у нас видел. То ли в Черновцах, то ли в Уфграде. Где-то у нас такие стоят. Рассветы, закаты. Красный храм. Храм, который называется Красный храм. И по нему видно, почему он называется Красный храм. Тупо Красный храм. У него нет какой-то интересной легенды, интересной предыстории. Просто Красный храм захотели, построили, вуаля. Или есть, но ее нет на английском, на русском или украинском. Я просто не нагуглил. Лаконично. Красненько. Древнее боевое искусство. Единственная плохая дорога в Таиланде. Помните, я говорил, что в Таиланде хорошие дороги. На Самуи есть одна дорога. Я ее нашел, да. Я долго ее искал. Там на одном из холмов есть стоячий Будда. Я вычитывал в интернете, что там с этого Будды лучший вид на всем острове. Ну, надо же попереться. И поперся. Это был такой безумный макс. Дорога Ярость. Это еще нормальный участок. Это еще более-менее целый. Местами он вообще в провалах. Там торчит арматура из бетона. Слева обрыв, справа арматура. Навстречу несутся идиот на эндурансах. На горных мотоциклах. Я туда забрался. На мопеде. Забрался. Посмотрел на вид. Вид действительно хороший. А потом спускался. Будда этот самый стоячий. Это тоже. Это уже хорошая дорога. А изначально я спускался по крутому складу. Ну, градусу примерно 45. Из крупного щебня. Я спускался на этом на мопеде. Внизу стояло пару джипов с туристами. Смотрели на это. Когда я спустился, они меня аплодировали. Это я сам офигевший был, что я смог. Я сделал. Я спустился. Это было интересно, в общем. Местами я съезжал. Это был мой первый месяц езды на мопеде. Съезжал с бетонки. А между бетонкой здесь глина. Топкая, мокрая. Проваялся в глину. Матерился, натаскивал мопед. Ехал дальше. Это была интересная поездка. Познавательная. Моя первая йога-студия. На Самуи. Я открыл для себя йогу. И так до сих пор и не закрыл. Фоточки, конечно, больше для понтов. Там огромный комплекс. Можно приходить заниматься просто. Можно там жить. Живешь. Утром, днем, вечером ходишь на занятия, на практике, на медитации. Там же питаешься. Там же пляжи купаешься. Такой идеальный ретрит. Вот. Это все йога-комплекс. Вот эти все домики. Квадратненькие. Это комплекс при йога-студии. Йога-студии. Я. Известная местная студия. Приезжаю всякие зарубежные училия преподавать регулярно. Да, из Таиланда у меня очень много фото рассветов и закатов. Просто потому, что море и много рассветов и закатов. А это уже я ездил на тот самый дикий Копанган. Почему? Потому, что каждое полнолуние на острове Панган проводится фуллмунпати. Фуллмунпати. Фуллмунпати – это такая тусня до утра. Каждое полнолуние пляж превращается в такой огромный рейв. Тискотека. Куча площадок с разной музыкой. Там техно. Там электро. Там дабстеп. Там еще что-то. Там фаер-шоу. Там коктейли наливают. Там фаер-шоу. Я уже сказал, да. Там мехенди рисую. Там шелестентной краской тебе на лице аквагрим делаю. В общем, весело. Я не то, чтобы фанат… Тут по руке гадают. Я не то, чтобы фанат таких движок. Но на фуллмунпати поехал. Она бесплатная. Вход бесплатный. Оно все окупается за счет продажи еды и напитков на месте. А так ты совершенно бесплатно проходишь этот пляж. И там тусишь. Мне говорят, тусят до утра. Но я там потусил часом до часа до двух ночи. И решил, зачем превозмогать, если можно не превозмогать. Типа все. Я натусился, не танцевался, устал. Взял. Там развозка есть каждый час. Остров небольшой, поэтому развозка кольцевая. Развозят по всем отелям. Отелям, хостелам. По всем, короче, по всем дипам жилья. Развозят. В два часа ночи. Сел на развозочку. Поехал домой. Испадки. Опыт был очень крутой. И статически рекомендую. Огромные горячие скакалки, из которых там весело прыгаешь. Вот такие знаменитые бакеты. Они же ведерки. Пластиковая ведерка, в котором тебе мешают всякое. Всякое. Например, швепс и джин. Швепс и джин – это клёво. Водка и джин – это не клёво. Кола и ром – это такое. Народу. Но за счёт того, что пляж очень большой, толкучки нет. После самых крупных площадок есть столпотворение немножко. Вот как-то так. Но можно куда-нибудь отойти в сторонку, покупаться Галякову, как многие. Выключить хипанство, дискотека, отрыв, угар и ай-н-н-э. Утро. Утро, кокос, море. Утро. Утро, кокос, море. Мне вот интересно. специально эти две таблички так рядышком самое прикольное что это бар называется 360 градусов на холме и держит его парень из России, он правда уже лет 7-8 на тот момент не жил в России и мне интересно вот тонкий замысел или просто так совпало эти две верхние таблички немножко заброшечек заброшки везде, заброшки хоть в Таиланде, хоть в Вьетнаме хоть в Индии, хоть в Казахстане так, вода, вода открытки, открытки потому что уже много всего этого было нужно что-нибудь новенькое прикольное храм храмы, храмы храмы, храмы храмы, храмы и все это не все по Таиланду это все по Самуи по первому Самуи с собой мы полетели на Бали потому что туда оказалось дешевле всего лететь из Таиланда чтобы сбросить визу и потом возвращались в Таиланд еще раз, два, три то ли три, то ли четыре раза уже знали куда знали в какие места стоит ехать куда не стоит ехать где жить, что есть и насчет есть национальная развлекуха хот-пот горшочек с углями на нем горшок кастрюлька с бульончиком ты в этот бульончик кидаешь креветки устрицы спину всякое выбираешь заказываешь по менюшке и сам себе варишь суп варишь, ешь опять Бангкок это я поднимался на самое высокое здание в Бангкоке там есть круговая обзорка причем не просто обзорка там платформа еще и крутится ты можешь стоять на одном месте и смотреть вокруг тебя крутится Бангкок видно Бангкок с высоты особенно клево когда приезжать незадолго перед закатом ты видишь дневные виды Бангкока ты видишь закат и ты видишь ночной Бангкок вечерний закатный Бангкок глубже в закат еще глубже в закат и ночью стоимость билета отходит картинка это краби я слышал некоторые ставят дарения краби и считаю что это то ли город то ли остров на самом деле это ни то ни другое краби это провинция то есть область самая туристическая область в Таиланде там больше всего туристов и там больше всего именно русскок горячих туристов и да вы знаете что я скажу что из всех локаций Таиланда краби мне понравилось меньше всего потому что ну как на меня это не Таиланд там даже еда которая во всем Таиланде прекрасная вкусная и невероятная какая-то пресноватая не очень вкусная и все такое то есть там пляжи как под Ялтой в сезон ступить некуда народу куча на головах лежат ценники втри дорога в общем мне краби не зашло это еще безлюдный пляж там единственное зачем стоит ехать это вот эти вот скалы меловые скалы которые торчат из земли торчат из воды можно между них брать экскурсию кататься вот такие вот скалы это фишка именно этой части Таиланда этой провинции а так ну и море там хорошее там мелко там залив почти нет волн идеально с детьми идеально если хочется просто плавать а не прыгать по волнам все да к слову о мусульманском Таиланде кстати именно в краби и в соседней провинции много больше всего мусульман картинка называется найдите всех варатов пляжи 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 заброшенный мангровый лес хотели сделать парк сделали вот такие мостки а потом что-то не спаслось и появилась такая заброшка оригинальная тусня тусня прилетали друзья в гости а это вы не поверите это мыло на самой night market каждый день недели в разном месте во вторник он в одной части острова в среду в другую в четвертый раз в неделю он мимо тебя точно проходит и там продаются в том числе вот такие клевые мыльца это мыло ручной работы ну и пляжи пляжи луна луна затмение как раз было полное телефон конечно ни хрена не берет так и тут и тут кажется я долистал до конца папки либо у меня снова перестали листаться фотографии сейчас посмотрю нет у меня перестали фотографии а перестали листаться они кстати на довольно интересном месте возле самой есть парк но не сухопутный парк а водный парк берешь тур и плаваешь между скалами по парку и это был лучший подобный тур в моей жизни потому что стоимость ходит не просто там тебя покатали и привезли обратно тебя забирают от твоего отеля хостела гасхауса бунгала везут на причал на причале кормят завтраком потом сажают на катер на катере ты плывешь к скале какой-то там тебе дают вот жилет маску трубку ты ныряешь плаваешь с рыбками это очень круто вот после вот этого после этого мне не зашел в Египет после этого мне не зашли вот эти египетские вот развлекухи потому что в Таиланде это все в этот раз круче и за два за меньшее деньги ты там по скану ныряешь и плывешь в косяки рыб ты плывешь а вокруг тебя со всех сторон рыбы это круто потом тебя везут вот ты там плаваешь ныряешь смотришь круто красиво потом тебя катают между скалами ты фоткаешь эти все бесконечные камни в воде которые на фото потом выглядят как камни как камни в воде камни в воде и еще камни в воде одинокие камни в воде потом тебя везут на один из крупных островов в средине которого озеро остров в море а в средине острова кратер вулкана озеро там поднимаешься на вершину смотришь на озеро которое в острове который в море потом тебя везут на другой остров там на пляжике накрывают обед обедаешь потом можно валяться купаться можно взять вот такую штуку каяк называется кажется и на каяке поплавать до сильных островов покататься это все стоит это стоило тысячу бат то есть 800 800 гривенз человека вот такой тур на свой день с завтраком обедом кучей всяких интертейментов мне очень понравилось до вечера тебя катают а это как и в Лаосе тоже парк одного полубезумного художника легенда гласит что там мужик который лепил эти скульпуры он выращивал дурианы он всю свою жизнь выращивал дурианы и в какой-то момент дурианы с ним заговорили и он послушал голоса в голове и начал вонять всякие странные скульптуры на берегу ручья в разной степени странности вот если помните про Лаос я показывал Бундапарк это тайский вариант Бундапарка не настолько странный но тоже забавный это все один и тот же мужик ваял несколько десятков лет и выращивал дурианы и ел дурианы наверное говорил с дурианами стоп водопадов тоже куча на Самуи побольше поменьше многолюдные безлюдные китайский новый год китайский новый год это когда вокруг все в красном и взрывают петарды неделю китайский новый год это очень 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 шумно пляжи 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 о деликатес черный хлебушек дорогущий зараза а это местный Мартын сбежал чей-то домашний сбежал и побежал по окрестным домам мусорки подошить ловили всем селом а он зараза большой просыпаешься и утром открываешь дверь выходишь в коридор а там он сидит на тебя смотрит здрасте закаты 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 в Тае настолько популярен массаж что даже автобус делает тебе массаж автобус с массажным креслицем ты вот жмякаешь на кнопочки и разные части кресла под тобой надуваются зажимают тебе ноги спинку поднимаются опускаются очень прикольно слом 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 это слово город Чингмай потому что в нем я жил дольше всего и это как раз в Чингмай совмещали приятное с полезным чистили канал там по перемету всего 100% этот канал его раз какое-то время перекрывают шлюзы и чистят и параллельно ловят угрей которых тут же готовят и вечером на фудмаркете продают сплавливают мусор и из ила параллельно копьями достают таких жирненьких вкусненьких угрей и рыбалка и рыбалка и уборка хлеб улыбается тебе снова чингмай снова чингмай снова храмы 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 синий чай слева синий чай с водой справа синий чай с лимоном скапаешь лимончик он становится сиреневый вот он butterfly пип синий чай храмы храмы ступы ступы сколько сколько я этого добра нафоткал ежик кафе с коликами было кафе с котиками было есть кафе с ежиками за что еще обожаю чингмай там куча заведений там можно пару месяцев жить и каждый раз на завтрак обед и ужин ходить в разную кафешку и она каждая будет какая-то оригинальная каждый с какой-то фишкой вот кафешка где ты будешь сам поесть и ежикам покормить а это я на права сдавал в какой-то момент мне надоело убегать огородами от полиции я решил что хватит терпеть нужно сдать на права а там сдать на права можно сказать желающим стоят это небольших очень небольших денег то есть сумма гривен 200 обошлось ты едешь в больницу сдаешь на комиссию зрение такое гривишки очень быстро проходятся очень доброжелательно все потом едешь в центр Натаниады истративных послуг с контрактом на жилье показываешь контракт на жилье что здесь живешь неважно там неделю месяц три дня главное просишь у хозяина жилья контракт хозяин там выписывает заверяешь его в снапе местном едешь в автошколу два дня идут лекции лекции идут на тайском и каждая лекция числа два из которых час показывают видео ДТП причем довольно откровенные незаплюренные то есть как там мопед сбивает фура например отлетающие руки ноги шлемы головы ты вот смотришь это два дня и потом вводишь очень 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 аккуратно ребята рили мне после этих уроков несколько дней кошмары снились меня фу разбивает такая мотивация водить аккуратно мне кажется в наших школах не помешало бы перенять мудрый восточный опыт и что-нибудь такое показывать сначала ты показываешь что с тобой может быть если на тебя маленького хрупкого человечка на маленьком хрупком обеде едет большая дофигатонная фура а потом уже объясняешь правила дорожного движения мотивируется серьезно мотивируется и вот слушаешь лекции потом сдаешь на автоматах тесты тесты можно потренироваться есть англоязычная версия в интернете тренируешься запоминаешь и потом сдаешь практику практика выглядит так ты сел на мопед вас такая же толпа села на мопеды вам сказали гоу ты поехал на перекрестке постоянно светофория повернул развернулся остановился припарковался все спасибо минут 10 это все занимает я думал что это тренировка оказалось что это уже сам экзамен все свободен вот твои права и едь катайся тайские права действуют в любой стране и в Восточной Азии действуют два года меня выручали оштрафовали меня когда я ехал получать права я сдал теорию я сдал практику еду уже в Брэл за правами и тут патруль драйс ты драйс ты куда едем а права есть мужики вы не поверите забирать еду ну поржали штраф половину штрафа с меня взяли не тысячу бат а пятьсот бат четыре тысяча гривен деньги деньги все-таки ну во все поржали что же поехал забрал свои права и потом уже смело блокпост стоит тормозит я вижу что уже полицейский уже прицеливается сейчас туристам денежку взять опачки лилу дала с пульты паспорта а где взяли у вас получил аа круто молодец езжайте дальше с правами жизнь в Азии и с победом становится намного 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 проще снова прекрасный чангмай чангмай юг Таиланда это тропики тропики а чангмай он на севере он в горах и там есть некое подобие смены времен года то есть там есть прохладный сезон когда листва опадают прохладный это прохладный плюс 20 25 это прохладный и листья желтеют опадают а так к сожалению сейчас я испорчу немножко райскую картинку в тех краях плохо с экологией в Таиланде в целом так себе с экологией у них много довольно много производств которые они сейчас с этим борются они переходят на экостандарт ставят фильжи но в целом загрязнение воздуха относительно высокое и бывает стоит в воздухе смог явственный смог от заводов ступы ступы тут уже видно что у меня телефончик получше стал один из магазинчиков Ченба это галерея одного художника там какой-то местный творец сделал себе такой полуподвальчик между корней деревьев и там сидит рисует открытки на футболках рисует сувенирки всякие рисует огромный подвальный там много помещений магазин настрольских сувениров на камнях рисует на всем рисует расписные камушки а по факту это подвал если ты не знаешь ты можешь мимо пройти это добро пожаловать в галерею и свитшоп Джона Ченба Действительно похож на культурную скорость там куча каких-то галерей музеев куча местных креативных ребят художников музыкантов это снова в пае я мотался и я второй раз был в Таиланде у меня уже была получше с работой и получше с деньгами я мог себе позволить не просто ездить по дорогам и слоняться по городам а вот я съездил есть там так называемая этнодеревня в этнодеревне живут разные нацменьшинства там на границе много племен мьянмарских лаосли которые бежали от войны когда в лао была война в мьян была война вот они бежали в Таиланд и сейчас некоторые из них живут в так называемой этнодеревне это частично поселение частично тур от акцион то есть люди там живут но они в основном заняты чем они делают свиниров на территории этой этнодеревне мужское взрослое население в основном перебирается днем работает в городе в Чунгмая а бабушки женщины сидят ткут делают там одежду всякие браслетики из писера вот кто был на эфире по мьянме да видели это вот мьянмарс у них характерная танака но самое интересное и зачем я туда ехал в этот этно-вилледж это вот за этими ребятами вот это одно из мьянмарских племен то ли шен то ли карен называется не помню я прошу когда лежит с ними их осталось очень мало и многие молодые уже не надевают кольца уже отрекаются от традиций носят коробки как короткие юбки слушают рэп и пьют кока-колу но старшее поколение вот ходит с этими кольцами это по кольцу на каждый год жизни начиная по-моему с 15 лет надевается вот девочка помоложе с кольцами естественно шея так с каждым годом вот этих кольц вытягивается в длину позвонки вытягиваются естественно это не очень полезно для здоровья скажем так но эта традиция потихоньку уходит в прошлое девочки подростки я уже видел без колец бегут да а еще они там католики вот внезапно это племя они католики с ним когда-то приперся какой-то католический миссионер и так их впечатлил что там стоит католический храм папа римский висит племя мьянмарских мьянмарско-тайских католиков почему бы почему бы большая деревня там несколько секторов в каждый сектор отдельное племя большинство из них ничем кроме национальной одежды не выделяются мьянмарско-тайвы умеешь водить просто выдохнуть отвлечься на выходных я брал мопед по великолепным тайским дорогам просто просто колесил по горам серпантины не особо крутые то есть не столько крутые чтобы уже очень там нервничать и бояться упасть или что-то такое но и нескучная прямая дорога встречаются вот такие вот виды периодически там много слоновых ферм в горах и ты едешь себе на мопеднике кайфуешь прохладный горный ветерочек слоны ходят виды офигенные главное что главное карлировать уровень топлива крутейшая кофейня в Чангмайе кофейня которая баристы из которой побеждали в кучу международных конкурсов называется Ристрейтон от слова 8 8 там подают кофе в таких оригинальных чашечках и я честно скажу это самый вкусный кофе который я пил в Азии и чуть ли не один из лучших кофе который я пил в мире а я очень люблю кофе я везде 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 стараюсь пробовать местный кофе и в Таиланде в Ристрейта он охренительный храмы храмы это это виза это виза в Мьянму коктейль зеленый гоблин кофе с углем и дорога в Мьянму дорога в Мьянму и на этом можно было бы закончить с Таиландом но нет я еще после этого снова наведывался и посещал несколько оригинальных локаций сейчас я немножко полистаю могут еще чуть-чуть уникальных локаций я еще не видел Таиланд показал это просто памятное фото это мой первый мопед моя первая поездка на мопеде это геокешинг в Таиланде в частности в Пангкоке фанатею дико фанатею такая игра City Quest City Quest с закладками не теми закладками то есть где-то в городе прячутся какие-то вещи или подсказки и вот эта карта-схема карта-схема как найти следующую подсказку ты ее находишь там может быть такая же схема ходишь вот так вот бегаешь по квесту и в конце какой-нибудь приз в Таиланде от этого реально фанатеют каждая опора на стол на каждом заборе эти карты схемы подсказки ключи очень развитая штука ага это пошли пошли фото меня с телефона фрам автостоп по-тайски работа по-тайски храмы по-тайски еще будет много меня я пролистаю тайские женщины до прихода европейских колонизаторов ага все было мало фото меня да тут уже снова пошел чернмай вот король нынешний король и королева на этом фото королю 65 или 67 лет к вопросу о том как стареют тайцы и как выглядят тайцы в старости королеве 50 с небольшим с королевой интересная история королева она была стюардессой король летал часто тем рейсом на котором она работала заобщался влюбился поженились из-за этого были там были ворчания в королевской семье что ну как так из простого народа девушка девушка женщина еще и какая там стюардесса обслуга буквально но король сказал я король я так решил современная сказка про золушку почему бы и нет крепостные стены города Черномая мопеды города Черномая ой сейчас будет сейчас будет мой любимый храм сейчас нет не сейчас позже соврал но будет но будет очень интересный храм есть это меня просили написать простыню про Камбоджу я замотался в простыню и прикрепил эту фоточку к посту просили простыню Павла Павлович или простыню храмы храмы провода провода все это уже было вы все это уже видели я все это уже показывал мой любимый храм Чангмай еда еда китайский рынок зачем я ходил на китайский рынок я на китайский рынок ходил за белой одеждой потому что в третий в Таиланд я пошел в монастырь нет не в этот это просто храмчик просто монахи просто ступа я на китайский рынок это королевский ботанический сад это королевский ботанический сад я в цветах не разбираюсь абсолютно поэтому для меня это все было красивенько много красивых цветов я не знаю как это комментировали это просто красивые цветы и дождь и я и цветы снова какие-то цветы если бы я знал что это цветы возможно я бы что-нибудь вам интересно про них рассказал но я понятия не имею что а это еда я когда-то упоминал в прошлых эфирах что в Тайции очень азартные ребята это лотерея очень много есть в Бангкоке даже есть целая улица сплошь заставленная точками по продаже лотерейных билетов а это переносной ларек по продаже лотерейных билетов то есть мужичок ездит и продает тут у него моментальная лотерея ты покупаешь стираешь выиграл проиграл очень-очень-очень много тайцев это играют очень много таких точек по продаже очень много покупают очень азартные ребята улицы улиц улицы 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 улиц пожалуйста не трогайте котика так вот наверное местных лизайных магазинов он любит видимо отдыхать на прилавке и видимо его задолбали даже объявление пожалуйста не беспокойте котика он отдыхает вот меня спрашивали вот самое дешевое уличное прачечное к сожалению люди которые спрашивали нас покинули 25 бат 25 бат это примерно 20 гривен 20 гривен вот ты кидаешь сюда монетки засыпаешь там порошок режим выставлен автоматически повседневная стирка закрываешь уходишь это самые 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 простые а вот это уже второго уровня то есть не самые крутые но уже машинки с вертикальной загрузкой уже есть корзина для белья есть уже сушка вот здесь поминутно 1 бат то есть 80 копеек 1 минута вот автомат для размена ты можешь если у тебя нет монет нужного номинала ты можешь разменять в специальном автомате или банкноты на монеты и там же можно купить отбеливатель можно купить порошок стиральный для черных вещей для белых вещей это 30 бат стоит то есть 25 риллин чуть подороже храмы храмы снова эти прекраснейшие тетушки прекраснейшие блинчики за 15 коктейль путин путин на пляже снова прекрасная кофеенка не мог не мог не сфоткаться с этим всем вот я до этого показывал просто улица торговые центры огромные современные красивые торговые центры это все тот же прекрасный северный северный город Чанмай магазин розовая киска я понимаю что наверное имелось ввиду котики просто котики но пинг пусси звучит несколько неоднозначно скажем так мои люди нас все покидают и передают сейчас я посмотрю там вообще в Киеве все в порядке вроде все в порядке вроде все живы вроде даже воздушных чайлок не было так вот вернемся к нашим кискам или медведин с сим-картами в Тая прикольно в аэропорту попролёту ты можешь купить туристическую симку туристическая симка стоит что-то гривен 200 дает тебе онлим интернет но один нюанс она действует всего две недели за 40 гривен в любом местном магазине связи ты можешь купить обычную местную симку которая работает неограниченное количество времени дает тебе не онлим но много интернета просто ее пополняешь нужное количество но забавно туристическая симка 200 гривен местная симка 40 гривен разница между товарами для туристов и товарами для местных вижу включаю да это просто за симку мне прямо обидно я сейчас нахожусь в цивилизованной стране и тут на самом деле чтобы симку себе нормально подключить купить ты ее можешь стоит она 10 евро тут даже выдают бесплатно надо было в соседний город ехать но для того чтобы это потом подключить и оно работало это надо столько телодвижений включать звонки оператору и размахивание себя своего паспорта и прочего перед носом оператора я же говорю что это жесть жестяная поэтому я даже чуть завидую что где-то симки нормально покупаются а в Европе это все очень интересно в самом деле да в Европе интересно покупаются и с интернетом и в целом да тут мне повезло тут со мной интернетом делятся немцы слава богу поэтому я могу в нем сидеть постоянно а там сим-карты это конечно жесть особенно меня впечатлило получасовое размахивание с паспортом с собой и прочим перед оператором что я это действительно я и симку беру себе в Азии с этим намного проще ты просто покупаешь симку вставляешь ее в смартфон и все и пользуешься отличнейшим дешевым интернетом в любой даже самой глухой точке страны ежики ежики морские свиньи это это они еду увидели скоростью превышающей скорость света бегут на еду они настолько быстро бегут что их даже фотик не успевает фиксировать они размазываются в пространстве времени жираф жирафы ты сидишь кафе и тут тебе жираф дресс снова ездил в сафари парк но уже походил там есть зона просто зоопарк просто ходишь и смотришь на разных зверей зевающий бегемот страшная штука я вам скажу ржущие гиены еще одна страшная штука это я уже показал просто я это все фоткал на лучший телефон с лучшим качеством на лучшие ракурсы просто видно что гораздо лучше качество фото это я к слонам ездил в Лао я ездил на слонах кататься а в Таиланде я ездил за слонами ходить выдают вот такую пробу простой тайский федер и и ты гуляешь со слонами в Таиланде уже права животных победили на них кататься нельзя с ними ничего делать нельзя можно рядышком погулять пока их выгуливают бачок подержать по хоботу погладить в это время можно пообщаться с работником работники с очень хорошим английским расскажут тебе откуда этих слонов берут как их спасают как их выхаживают сколько они живут и так далее и потом можно помыть слона тебе дают щетку черпачок и ты моешь слона ага хочешь чего-то большого и чистого помой слона да-да-да я как раз это же цитировал когда в прошлый раз показывал слонов да прикольно они мелкие азиатские слоны они небольшие они меньше африканских да они забавные это маленькие слоны понятки это не взрослая но все оно прикольное вот 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 я вам говорил что я вам покажу очень очень оригинальный храм пожалуйста я не знаю что имел ввиду автор возможно это какая-то глубокая очень глубокая задумка привет поля ты на самое интересное ты пришла на храм имени Анилингуса знакомься храм Анилингуса ты как чувствовала? так вот да вижу сейчас ага я даже пропустила на что самое интересное я пришла я пришла но ну да да нормально я же не спорю нормально но фото забавно не вижу ничего узорного абсолютно я я с тобой полностью согласен то есть это прости 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 возвращаю да говори то есть это храм со статуэтками на такую тематику да или нет там просто одна из статуй во ходе вот выглядит вот так чудесно то есть там еще сзади какой-то слон легенарок пристроился мало того что дракон творит непотребство к нему сзади еще пристроился слон легенарок интересных там потрясные легенарки да лидизм это прекрасно так вот прашишные самые хай-левельные прашишные вай-фай наблюдение кондеры вот меня спрашивали по ценничке самых дорогих прашишных ща 80 бат с максимальной загрузкой 18 кило 80 бат это 65 гривен горячая вода 18 кило это самый высокий ценник на стирку в Таиланде можно ручки помыть порошочки купить деньги разменяются бортноты на копейки вот здесь размениваются цивилизация магазин DC я везде фоткаю магазины DC матерь божья мока я вам скажу крепость 4 из 8 но это реально матерь божья какой офигенный кофе если ты берешь 8 из 8 в этом рестрейте берешь эспрессо 8 из 8 максимально крепко делаешь хлопызь глазки так пинч зрачки пинч побежал 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 и полдня бегаешь как ужалит на жопу белка да белка прости день про тебя тебе ощущение как будто с размаху сел на ежа да я не знаю я с размаха на ежа не садился но возможно что-то в этом есть просто хороший крепкий кофе но ассоциация у тебя интересная ну я когда-то в темноте на ежа наступил и это было достаточно бодряще я единственное что я садился жопой это причем реально голой жопой на ежа на морского это было на Шри-Ланке и об этом я вам скажу в следующий раз я об этом этого ежа из задницы выдирал ох весело было люблю эту кофейню люблю эти графины ну они прекрасны согласитесь они просто прекрасны работа как раз как я работал в Таиланде храмы храмы автобус автобус поля работа отлично было работа ринок а о вот мы наконец-то подошли к подошли к на рыночку очень прикольно национальная одежда племени ой блин что 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 за племя зао кажется не помню какая-то северо-таиландская малая родность но ходил я на рыночек не за этим а вот за этим белые штанишки белая рубашечка и монастырь а я кстати сейчас сейчас будет монастырь я мопед выбирал специально под свет одежды когда у меня были синие шуровары и синяя футболка я выбрал синий мопед я купил себе золотые шуровары и взял желтый мопед я на этом мопеде месяц катался я его назвал бамблби знаю что не регионально но он прикольный это лучший мопед в моей жизни лучший за ним очень хорошо ухаживал хозяин он был идеально смазан идеально настроен не скрипел не кряхтел охренительный мопед дороги дороги это я катался есть севернее Чонгмая город Чонграй да разница в одну букву в городе Чонграе есть две прикольные локации туда ехать по горам где-то часа три ты едешь по серпантинам выезжаешь на рассвете чтобы не сильно жарко было ехать едешь едешь жарко задолбался ветер горы ремонт люка и тут фигак термальные источники вот тупо придорожные термальные источники не специально какая-то локация ты туда не специально едешь просто вдоль дороги термальные источники где ты можешь просто сесть храмчик рядом яички валят в термальной водичке можешь просто сесть и сделать вот так и я вам скажу, после нескольких часов на мопеде когда у тебя ножки немножко затекают на такое счастье посидел, в горячей водичке ножки попарил, покайфовал, сел, поехал дальше рыбалка по тайски да, это белый храм это пока что не сам белый храм, это туалет да, вот это все здание, это туалет в чем прикол, в Чанграе есть местный художник очередной интересный тайский художник у которого было очень много денег и он развесовывал храмы буддистские развесовывал их классическими сюжетами жизни Будды, ему стало скучно и он взял и какой-то храм расписал с сюжетами звездных войн на мотив по буддистским сюжетам на персонажей звездных войн местные возмутились местные офигели, его там хотели выгнать он еще отовсюду исключить больше не работал, но приехали европейцы, увидели трос, сказали, мужик, нихрена себе ты крут мужик такой, сказал, да, да, я крут дай тебе денег, основал фонд имени себя, собирал много денег и построил вот это это не совсем храм, он называется храм да, архитектура храмовая да, это мое лицо, когда я все это увидел сейчас я вам просто покажу крупное главное например, вот например, вот вход в этот храм мужик отрывался по полной символизирует проход над адом вот, и весь храм это огромное количество вот таких супер вычурных супер детализированных скульптур композиций картин и черепа руки глаза зубы все из белой керамики и зеркальное вкрапление на солнце оно все блестит свергает глаза слепит и это это охренительно круто не зря три часа жопа на обеде тяжел вот такие вот штуки есть немножко классики оригинальные наблюдации вот и внутри там крас росписи по звездным воинам по Гарри Клотеру по Востерину колец но к сожалению недавно было очередное сметчисление и я внутрь не попал потому что внутренние помещения были на реконструкции что горы там частенько потряхивают это все территории этого храма это все фантазии одного мужика там там не даром кстати рядом золотой угольник был от опиумный ой не даром там в Чонграе много талантливых художников ля-ля-ля еще Чонграе к слову в мусульманском Таиланде а это черный храм черный храм это еще более интересная локация это местный местный такой местный Алан Мур местный Роб Зомби местный Мерлин Бенсон очень-очень-очень эпатажный мужик Таец который решил нагнать максимальные котики и построил свой комплекс вот такой тоже классическая храма архитектура но например внутри все уставлено завалено над черепами рогами клыками шкурами картина вот сам этот чувак он очень любит рисовать себя не всегда в одежде но картина в одежде трон ну и много членов очень много членов рога, черепа, шкуры и члены эпатаж паттайский череп с черепом внутри кресло из рогов и черепов черепа шкуры шкуры черепа рога шкуры шкуры рога черепа 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 зооактивисты и защитники прав животных я кажется падают в обморок на входе в этот комплекс и вы знаете вот у нас у нас есть обычные дома и обычные там произведения искусства которые выглядят криповее да но на фоне такого солнечного теплого яркого цветного Таиланда это наверное максимальная готика которую можно представить именно в тех реалиях я понимаю что для нас европейцев мы избалованы всяким брачником потому что жизнь у нас такая для нас это выглядит скорее забавно для среднестатистического тайца это выглядит действительно крипово странно страшно богохульно и вообще тентакли коты больше тентакли котов да я вижу говорим на тему криповости бытует мнение что настоящий ужастик это там не кровь кишки это когда позалитое ярким солнцем зеленой-зеленой лужайки бегает ежик а ты при этом откладываешь кирпичи от страха есть такой датский фильм по-моему позапрошлого года да там все действие происходит темно солнечной поляне солнечная светлая хиппи в белых рубашках такое страшное кино название если интересно самый светлый солнечный веселый добрый страшный ужастик поля-поля селфи 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 тайские дороги тайские дороги это круто заброшечка просто вдоль джассу и заброшечка лестничка в виде хребта и вверху череп кости черепа черепа кости кости черепа шкуры 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 ага нет а по поводу предыдущей фотографии по поводу лесенки избушки товарищ случайно эпос славянский не читал про бабу и гу потому что не читал читал в всех краях многие вдохновляются потому что для них это вообще максимальная грибота ясно да ну и это там же скульптура мужики членами меряются о наконец-то долистал это я в храм ходил приходишь ты в храм выделяется тебе вот такая комнатка комнатка кроватка подушка одеялка и две подушечки для медитации это я с собой брал шары гонять вечерами это я сделал фотку и на 10 дней вырубил смартфон ты без интернета там нельзя говорить ты там тебя кормят кушаешь медитируешь ходишь утром лекции от монаха в главном зале собираетесь монах рассказывать что-нибудь интересное причем рассказывать интересные штуки какие-то про буддизм но в контекст современной культуры тоже приводит к аналогии с слезными воинами с темной светлой стороной с какими-то еще явлениями из массовой культуры то есть видно что монахи они не оторваны от мира они не не гнушаются мирского они не утверждают что Голливуд компьютерные игры блокбастеры это все отлукал нет они в теме не современные обычные продвинутые образованные люди что не подкупает буддистских монахов как пупы христианские которые обколятся своими спайсами я пусто потом в жопу люди которые живут в гармонии и контакте с современным миром вот расписание с 5 часов утра подъемчик 5 часов 5.30 лекция 7 часов завтрак 8 медитация 11 обед 12 медитация в 2 часа дня ты перед своим монахом отчитываешься ну как подходишь к монаху вот сегодня что-то вроде получилось что-то помедитировал молодец попробуй теперь вот так попробуй теперь на ходу помедитировать или ой если не получается не переживай в следующий раз получится такой slow talk типа ты молодец все делаешь правильно все получится ну вот вечером пение мантр очень клевый процесс не дают тексты я забыл как называется язык вот что-то похоже на пачули но пачули это не то в общем на храмовом языке с транскрипцией на латинице и ты хором вы сидите читаете поете мантры общежития в которых живут мальчики отдельно девочки отдельно зал для медитации один из не курить не трендить так и на этом месте у меня снова перестали дальше листаться фото да что ж такое осталось немножечко ша ша как раскидала как раскидала фотографии это немножко не по порядке потому что на новом телефоне фотографии когда редактируешь они сбрасываются подачи когда на резонт подправляешь вот песенник 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 каждая мантра объясняет есть краткое изложение что это вообще ты читаешь что происходит и магазин с арктической мангой который совершенно случайно вклинился в череду фото из монастыря с яойной мангой случайно получилось ну да ладно продолжаем пережившись на его иную мангу продолжаем а собственно все я там 10 дней отсидел фиксированной платы за это все нету за донейшн сколько хочешь столько и оставляешь денег я оставил там гривен 300 я там оставил за это вот это вот все за проживание за питание бесплатно тебя кормят вегетарианской едой к сожалению но таков путь так и правило это кстати мое любимое место для медитации часовинка такая с Буддой и приходишь садишься и на час полтора два завтыкал то есть да были там люди которые нарушали правила которые чипсы точили и в инстаграме никто за тобой с палкой не стоит никто тебе не говорит ай-яй-яй выключи смартфон прекрати точить чипсы все абсолютно добровольно но я честно говоря не понимаю с чем смысл уходить в монастырь и там заниматься тем же чем ты занимаешься в ковичной жизни не знаю ну может для кого-то по-другому и когда я вернулся из храма 10 дней вернулся в храм на горе спустился с горы на землю как будто выпил кофе сделал глубокий вдох выдох и включил смартфон и вы знаете это был как удар по голове я включаю смартфон начинаю сообщения оповещения телеграм фейсбук инстаграм какие-то рабочие имейлы какие-то там пропущенные звонки и все и как волна такая херакс то есть ты 10 дней помедикировал замедлился слился в гармонии с миром и тут тебе добро пожаловать в интернет мопедка снова поля поля рассвет и закаты рисовые поля на телефон лучшего качества а этот мопед я обозвал кузнечик да подбирал под зеленые шорты да вот о чем я говорил водопады которые с купальнями с кабинками для переодевания с мостиками это тоже совершенно бесплатная локация туда приезжаешь ну конечно если ты не умеешь ездить на мопеде то туда приезжаешь на такси а если ты умеешь ездить на мопеде то приезжаешь на мопеде паркуешься и можешь целый день прескаться в водопадиках загорать на камушках смотреть на горы и всяческая разница чай кровь будды я у парня спросил что это за чай говорю вообще что там а он как-то злаядочно улыбнулся и не ответил сказал ты попробуй горы горы храмы храмы фотки рандомно раскидались к сожалению снова этот прекрасный белый храм парковочные столбики и снова мое любимое место для медитации не удержался колечко купил на тему тайского бокса вот тот спрашивал он зашел и вышел тайский бокс курсы по тайскому боксу буквально на каждом углу национальная развлекуха один день 350 бат то есть получается 250 гривен можно на день ходить ходить грушу побить тренера побить поорать выдохнуть прикольно в сегестре снимает можно записаться 7 раз на месяц можно записаться 15 раз на месяц можно записаться вообще безлимитный месячный абонемент вот по промо цене 2,5 килограмма ну 100 100 100 100 100 100 100 безлимитный месячный абонемент у тебя там личный тренер прикрепляется ходишь в зал и занимаешься тайским боксом кофе это когда я оторвался до Миннесула в Украине там Миннесула нету а там-то Миннесула есть я зашел в Миннесула увидел этот худик понял что вот он вот он худик моей мечты и пофиг что Таиланд жарко пригодится до сих подхожу да эй как это в Украине Миннесула Миннесула а Юникло а? Юникло Миннесула есть в Украине не-не-не я оговорился Юникло и после правила я оговорился Юникло в Украине нет и Юникло это очень круто да включил это я нечаянно это я хотела выключить и не увидела что ты меня выключил все понял выключаю ага в тайских автобусах тебе дают еду и воду поездерские фото на крыше рассветы и поездерские фото на крыше крокодил просто жареный крокодил уголечки по правой о Кристина привет ты под занавес но все равно рад тебя видеть да включаю ага прием прием ты конечно не так интересно как поле зашло поле зашло на самое интересное самое хорошее фото но тоже ничего так кадр а вот штука да Кристина если что я тебя включил просто жду эта штука перед отелем я два дня думал что она резиновая я хожу мимо она лежит не шевелится ну игрушка наверное в клетке лежит почему бы да а потом я постоял на нее посмотрел она повернулась посмотрела на меня стрёмная штука мы снова вернулись в прекраснейший Бангкок лучших из городов в мире Бангкок входит ой ремонт есть везде да Бангкок входит в топ 5 моих любимых городов мира где я с удовольствием пожил несколько лет несколько месяцев точно вот карта городского транспорта то что я говорил речной транспорт по каналам вот этот транспорт траншруты различаются по цвету флажка на лодке на каждой есть флажочек если кто-то подходит лодка ты видишь куда она идет интервал движения время частота движения стоит то все дело какие-то 5-6 бат то есть 3-4 гривны и так можно проехать весь город остановка автобусная остановка до этого я плавал по каналам а тут я плавал я жил просто в другом районе в последний раз и уже плавал не по мелким канальчикам а по реке ну а лодочки такие подваливает к тебе этот речной трамвай но по реке плыть интереснее потому что по канальчику ты плывешь видишь какие-то домики небогатые а по реке ты плывешь и видишь небоскребы небоскребы заброшка заброшенный заброшенный британский речной вокзал века 18-19 со времен британских колонизаторов закончился осталась такая необычная заброшечка последний раз в Бангкоку я пооткрывал кучу прикольных локаций которые вообще не туристические которые можно найти только если бесцельно бродишь например рынок амулетов рынок амулетов улица на которой продаются амулеты ваш капитан Будды всех размеров железные медные бронзовые каменные деревянные шивы ганеши нужен амулет нужен маленький амулет нужен большой амулет нужен очень большой амулет пожалуйста и там чисто местные закупаются в основном монахи да я там больше видео снимал чем фоткал но масштабы масштабы хорошие а это королевская лодка там в эти даты было какое-то важное то ли день рождения короля то ли день коронации короля то ли еще что-то там и репетировали парад Тайванд очень гордится своим флотом крутой флот и репетиция парада включала в себя проезд проплыв торжественный проплыв королевских лодок флотом бенка снова Бангкок снова Бангкок снова Бангкок и еда когда-нибудь я перестану грустно вздыхать глядя на дурян one day one day так и вот на этом а нет на этом на этом на этом на этом сейчас будут еще немного попсовых фоточек второго слава в Акраби я говорил что в Акраби стоит ехать за определенными видами и ну в целом за такими видами типичный вид на Акраби это я Новый год кажется 19-20 год как раз отмечал в Таиланде в Акраби море море отлив то есть ты вот утром приходишь есть море вечером приходишь и все спиздили нету моря я не знал про эту местную особенность я первый вечер такой пришел прогуляться а моря то нет а море то ушло где море нет я таких больших отливов не видел нигде говорят на Засибаре еще отливы километровые здесь отлив ну метров на 200-300 точно отлив и из тех что я видел это самый большой отлив и хорошо когда он вечером но отлив же он по гравитации луны он не всегда попадает на вечер-ночь и я сочувствую тем туристам которые приезжают туда на пару дней и на эти пару дней попадает так что отлив днем что вот прилив вечером море есть вечером а днем моря нет ты приехал на море покупаться а море от тебя ушло ну а все пока-пока нефиг анимон кусается море пляжи пляжи море море пляжи мопед вот отлив это я там висел месяц и я попал немножко на тот период когда отлив днем обидно приходишь покупаться а все до свидания еда 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 больше в крабе делать нечего там есть море есть скалы можно плавать на экскурсии между скалами можно купаться в море все но приключенцам нет покоя я нашел там приключения да вижу ага вот кстати сразу видно что ты море не любишь потому что я смотрю на эти фотки и какое-то море попсовое а мне скучно мне на море дико скучно что там делать ну окей окунулся скупнулся поплавал это полчаса что дальше я не знаю мне просто нравится именно даже дышать морским воздухом вот я море люблю на каком-то наверное генетическом уровне и вот когда мы ездили с родственниками да на Адриатику в принципе где-то километрах в 20-30 я его уже так сказать нюхом чую несмотря на то что Адриатическое море гораздо менее соленое чем черное ну кому что нравится у меня так с горами я вот вижу горы на горизонте все держите мне 7 рабовось противодержит ну море ага ага какой нахрен горизонт дом на склоне горы а а что где ну я говорю там что в Италии фактически да море в 100 километрах то есть туда ехать дом родственников вот непосредственно на склоне горы понял включил ну хотела сказать а хотела сказать просто что горы это конечно все замечательно но когда в такой местности предгорье живешь вот через несколько дней это самое начинает уже в голове всплывается все шикарные цитаты ну что за горы такие сплошные горы при горке особенно когда надо ходить пешком с коляской но это уже это самое так нюансы но насчет моря я больше согласна с Эмаром я помню все детство приехали в Крым вот в лучшем случае два раза мы с мамой на пляж сходили а так это самое бегали по всему Крыму мы ездили в Крым ездили в Феодосию на на две недели день на шестой седьмой и всем становилось скучно папа говорил а ну нафиг это море поехали домой и поехали домой да включил нет это мы снова попали так что я выключаю микрофон а ты его давай я буду выключать просто продолжаем акроби акроби новый год тайский новый год веселый праздник то есть тайцы еще не понимают зачем эта движуха ну белым нравится давайте устроим движуху окей новый год оуэл закаты 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 видно же да что мне месяц было нечего делать вообще работать купаться в море и фоткать закаты новый год тайские снегурочки новые годы новый год у нас какой-то декорейшн есть песковики например но видно что праздник не местный и место на него глубоко посадят для туристов знали декорейшн потому что туристам нравится место глубоко фиолетово глубокое синее море вечер 1 января или 31 декабря не важно ну еще можно было по горам походить немножко в закаты в отеле товарочек сделали это было очень мило да в Таиланде не продают алкоголь с 11 до 2 и с 5 до полночи я не помню наоборот наоборот продают с 11 до 2 и с 5 до полночи я не помню почему честно не помню как-то связано с буддизмом но не помню и до 20 лет не продают новый год новогодний декор по-тайски а это я нашел приключения я было скучно месяц там висеть море нагуглил что тут рядом интересное есть так что можно было нормально на мопеде доехать и не ухайдокаться нагуглил что там есть храм тигровой скалы в паре часов езды ну что сел на мопед и поехал храм красивый храм очень красивый только не он это нижняя часть храма а сам храм он на холме и там больше тысячи ступенек ты где-то полчаса если не больше карабкаешься на этот чертов холм выше карабкаешься еще а ступеньки крутые такие карабкаешься вы карабкаешься красиво виды будды телевышка да поднялся молодец перевел дыхание сделал вид что ты сильный мощный вообще не запыхался в нашминство сфоткаться и потом такой блин это же вниз спускаться вид красивый водишка фильтрованная вот фильтры висят поднялся попил водишки крючка на веревочке чтобы русские туристы не утащили в свой тагил знаете русские туристы не такие и это место где меня гопнула мартышка если не меня фрам мы когда спустились из храма взяли внизу кокосы питьевые и вот хрень неконкретно это похожая красножопая хрень подбегает запрыгивает фрам на колени выдирает тупо выдирает из рук кокос и убегает это было внезапно это было стрёмно потому что обезьянки они общались оно и цапнуть может оно и укусить может нам второй кокос выдали бесплатно хозяйка заведение целое что идите чё-чё вообще на лавочке сели там же обезьяны гопники идите в кафе если что буду их шваброй пиздить и реально пиздила швабра их мордышек я не люблю обезьян да я повторюсь который раз не люблю обезьян они агрессивные наглые воруют вещи обезьян можно любить если ты их видел в зоопарке за решеткой соседочкой просто расстояние если ты жил какое-то время в стране с обезьянами я не знаю людей которые жили в стране с обезьянами и после этого любили обезьян да но это просто мама надо мной до сих пор смеется я ей не могу доказать в Сочи мне было 5 лет она меня попыталась сфотографировать с обезьяной и мне показалось что обезьяна ко мне нагрессивно настроенная и она отрезко отказалась она до сих пор смеется что как это так испугалась маленькая несчастная обезьянка да маленькая несчастная обезьянка может тебя маленько укусить и потом тебе 40 уколов от бешенства делать маленькая безобидная обезьянка да фото без фильтров без фильтров и фотошопа чертовы мартышки всю жизнь не испортили ну вы поняли да подбор цветов мопеда все дела просто милота вот тут вот тут мои бандеровские сырденька просто ёкнула когда я пришел в аптеку там целебная аптека с всякими натуральными штуками говорят вырай фраг или украин и мне дают брошюрку не на русском так это чаще все бывает а на украинском почти без ошибок это было так мило любитый наш продукт я кстати всегда когда меня спрашивали откуда украина и спрашивали вам брошюрку программу карту на русском я говорил не-не-не либо украинский либо английский над рашем нафиг русский военный корабль по курсу продолжая о храмах это мне нравятся Будды и телевышки 21 век однако это высшая точка этого холма с него видно сразу два моря видно Южно-Китайское море и не помню какое там море какое там море ай бенгальский залив а вот утро первого января отличное утро первого января мне нравится вечер первого января клевый новый год был и все все на этом пошли уже фото которые мне скидывали в вайбер то есть фото меня ужата в вайбер херовом качестве волчонок мосты вот так в Таиланде я за хлебушком езу водопады море печаль тут очень непросто понять где что и что и что вообще происходит все пошли 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 о вот мои водительские брава которые я получил в Таиланде работа ежи салфачи французы да кажется на этом вот здесь я в груз в грязюке все на этом по Таиланду в ожидании автобуса сижу работаю по Таиланду по Таиланду по Таиланду у меня все все пошли чисто салфачи не отфильтрованные очень 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 много фото меня как мы работаем по утрам как мы работаем по вечерам как мы работаем всегда плюс в удаленке ты можешь работать где и когда угодно минус в удаленке ты будешь работать где и когда угодно это было бы смешно если бы не было правдой да все это уже это уже Иркутск если вы видели 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 прошлые эфиры прошлые страны Азии и Ювазии то возможно кому-то показалось что из всего вот среди Вьетнавов Индии Лао Камбоджи Таиланд самый пресный мне никому не показалось самый такой привычный обычный никакой особой экзотики ага я сейчас всех наоборот показалось что если хочешь куда-то поехать отдохнуть нормально спокойно комфортно вот то лучше все-таки выбрать Таиланд в этом плане ну смотря что для кого нормально спокойно комфортно для кого нормально спокойно комфортно это вариации отпуска на лежаке безлимитного бара в Египте я не знаю вот но я что хотел сказать мне Таиланд мне Таиланд понравился прикольный Таиланд интересный там есть что посмотреть но по сравнению с соседями с тем же Лао с Камбоджей с Мьянмой с Малайзией с Вьетнамом Таиланд пресный да если это первая первая Азия так я наверное выключу микрофончик да если это самая первая Азия и хочется чтобы максимально привычно комфортно за ручку водили никуда с тропинки не сходи красная жарочка это в игре запас то Таиланд это ваш выбор да там понятно комфортно когда прилетали родители родители франгой они даже удивлялись насколько все как у нас ничего никакой особой экзотики ничего тебе не выбивает из твоей комфортзон в целом все понятно а если ты в турмистах о Серега привет ты вовремя под окончание если ты в турмистах то там еще и русский понимают с английским хорошо и минимальные какие-то тебе не нужно ни о чем беспокоиться тебе не нужно самостоятельно искать автовокзал самостоятельно маршрут в Таиланде за тебя все сделают вот у них сфера туризма отточена до идеала они первое дело они начали в туризм и они в это умеют очень хорошо у них организация всех процессов начиная от автобусов из пункта в пункт б и заканчивая турами у них идеально просто идеально ты вообще ты платишь деньги заказываешь музыку заказываешь услугу да и ни о чем не беспокоишься если вот такой нужен отдых если есть боязнь самостоятельных перемещений исследований не хочется погружаться сходу в незнакомую среду то да то Таиланд идеальный но вот лично мне на третий четвертый раз мне было все еще интересно и у меня все еще в Таиланде есть места которые я хочу посетить я еще я не был в Суратани это древний город типа Анкор-Вата это когда тайцы напали на Камбоджу сперли из Анкора ценности и сделали свой древний город назвали Суратани я не был в Аютае я бы еще потусил на Фумумпати я бы посмотрел на Бангкор без чертовой Касан Рот но вот по моему опыту из всех стран региона Таиланд самый пресный но это мой опыт он не самый дешевый кстати если говорить о ценах в Таиланде вот я там был три года получается к ряду каждый раз и раз в полгода в среднем заезжал и каждый раз ценничек поднимался что Таиланд они вообще зажрались они видят что турист прет и турист будет переть поэтому они постепенно поднимают ценнички поднижают планку сервиса то есть ты говоришь мне слова дикап ты говоришь без вложения в какой-то момент я уже начал отсекать что не так уж и искренне там улыбаются в том же лау улыбаются приветствуют тебя гораздо искреннее гораздо душевнее в Таиланде это все становится на конвее очередной белый турист здравствуй здравствуй проходи проходи дедушку давай опять же я зажался повторюсь вопрос предложения пожелания пожелания в принципе будет единственное тихой ночи спасибо я так понимаю сейчас в Харькове получше с этим стало да сейчас нам надо тише единственное вчера вечером я сижу и слышу бумч возле дома бумч бумч свист такой характерный губ в землю губ безврыва думаю ага миномет проходит минут 10 опять три удара то есть ручной миномет полуавтоматический как раз у него три выстрела очередь где-то по району фигачил ну а так норм спасибо было как обычно очень круто интересно и клевые фоточки удачи пожалуйста и в следующий раз наверное через ой ой пока я это с вами говорил меня гугл ассистент пару раз распознал что я у него что-то спрашиваю и наоткрывал мне тут ё-моё что-что-что нет уходи я этого не просил да в следующий раз я наверное закрою тему телефон закрою тему Азии и Ювазии и включу Шри-Ланку со Шри-Ланки начался период когда я начал по долгу по нескольким месяцам жить в одной стране я уже перестал бегать каждую неделю менять город уже задолбался но после Индии устал и решил пожить по странам разным Шри-Ланка готовьтесь будет очень много фото океана и пляжи пляжи океан пляж океан океан пляж океан 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 пляж 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 рассветный океан пляж 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 потому что почти вся Шри-Ланка это один огромный круговой пляж и немножко гор и чай да да если никто ничего никто ничего от меня не хочет то я выключаю трансляцию пляж